хорошо давайте начинать тогда не будем больше уже никого ждать игорь добрый день коллеги здравствуйте сегодня мы в таком ограниченном составе видимо как в любом учебном заведении день сдачи экзамена люди стараются несколько отсрочить от себя но хорошо сейчас все подойдут просто не все еще успели проснуться да хорошо хорошо но все равно чтобы не выбиваться из графика тогда и чтобы все прошло как надо мы тогда будем начинать итак продолжим наш курс интернет-маркетинга собственно какой у нас сегодня план как я и говорил на прошлом занятия что сегодня сначала небольшая вводная опять же часть по пройденному материалу и по части инструментов каналов которые мы еще не изучали ну и соответственно продолжение банкета как говорит мистер фикс распор домашних заданий напомню что в качестве домашнего задания было составление своего небольшого плана интернет плана плана интернет-маркетинга на основании тех каналов инструментов которых мы разговаривали о прошлом занятии составить свое видение как компании продвигаться как и развиваться и выполнять свои задачи и так на прошлом занятие был вопрос как раз про си джем про каст мир джорней мы поэтому мы сейчас немного пройдемся по этой теме смотрите во первых это очень достаточно такая сложная тема поясню почему си джем это по факту во первых о том что это кроется в самом названии косты джорни мэп то есть путешествие потребителя путешествие клиента по карте либо же карта путешествие клиента при взаимодействии с вашей компании ну можно сказать что это просто методика маркетинга тот же самый маркетинг компании просто за вычетом реклама без четкого описания всех рекламных коммуникаций причем деятельность про уходит не только в онлайне с учетом онлайна но и в оффлайне и в том числе не просто в оффлайне но и в той части что теоретизация о том где человек узнал о нашей компании узнала наше предложение узнал о каких-либо нюансах компании и соответственно поэтому захотелся связаться с нами ну и сад на наконец это канал и описание аудитории это инструменты методики цели задачи и весь путь который с нами проходит клиент то есть по факту все джем это тоже самое просто маркетинг просто немного другом наименование и в другом определении а так это все то же самое мы определяем сначала аудитории определяем их параметры мы определяем как они с нами коммуницируют где в каком случае когда что они дальше делают что они делают после первого касания после второго касания после третьего касания как на них можно повлиять и главное наверное отличительной чертой си джем это создание возможности не просто отследить все действия клиента и все его касания с нами в нужный необходимый момент быстро прореагировать на то или иное действие если есть возможность улучшить конверсию или ускорить конверсию ускорить коммуникацию ускорить выполнение то или иной цели есть самые разные карты с которым вы можете ознакомиться в интернете достаточно просто по картинкам пройтись кто как составляет соответственно карты взаимоотношения с клиентами где указан как раз полные все данные потом когда что узнал что произошло что нажал какая активность произошла что было сделано составной компании какие эмоции возникли и возникли при этом негативные эмоции и соответственно в карте указывается что нужно сделать для того чтобы повлиять на человека при этом в карте же присутствует не просто департамент маркетинга например вашей компании но и все другие подразделения там и логистика и бухгалтерии юристы нужно чтобы ваши коллеги или вы вместе с ними прописали полностью процесс работы с клиентом чтобы указать на каком этапе какая какое взаимодействие с ним может произойти как на это можно повлиять как взаимодействовать и как исправить возможно негативные ситуации есть несколько составляющих основных которые при построении сидели карта cgm есть это соответственно создание портрета покупателя как я говорил напрямую она в карту не входит но для того чтобы построить вам нужен перечень типов аудитории которые есть в отношении вашей компании вашего бренда вам нужно понять что это за человек чем интересуется как он узнал о вашем товаре таким образом вы сегментируете всю аудиторию чтобы составить как раз отдельные карты по каждому из типов клиента наконец на втором этапе это этапы которые проходят покупатели при взаимодействии с брендом на третьем это цели потребителя на каждом этапе для чего он соответственно купил да то есть там если он хочет купить например кроссовки то как с тем самым присвоиватым гвоздем который человек покупает чтобы вбить его в стену и повесить на него картину так и в данном случае зачем покупать кроссовки он покупает чтобы бегать либо же например чтобы ездить в них в путешествие или там ходить в лес исходя из всех целей формируются опять же определенные параметры действий теории клея использования инструментов и непосредственно построение всех цепочек касания с этим клиентом дальше описываться непосредственно сами точки касания с брендом и каналы да это может быть как бы ухо лидера мнение какого-то блогера это может быть знакомы это могут быть супермаркет это могут быть листовки розданные на улице то могут быть мероприятия там может быть все что угодно но относительно каждого товара есть все-таки определенный какой-то перечень тех возможностей где человек мог взаимодействовать с вашим товаром с вашей компании ну и соответственно дальше это эмоции которые испытывает человек на каждом из этапов и как можно на это повлиять барьеры которые существуют для того чтобы барьеры которые могут быть возникнуть на том или ином этапе и как можно на них про взаимодействовать подействовать ну и соответственно решение с помощью которых можно закрыть проблему пользователей чтобы решить как барьер так опять же какие-либо нюансы например если магазин находится черты города то можно сделать бесплатную разводку товара как например используют сейчас некоторые из компаний некоторые из ритейл компаний в наше время когда есть часть аудитории которые находятся за городом у ритейла уменьшились объемы продаж и они идут на то чтобы сделать промо предложение в виде как раз бесплатного разговора за бесплатного развоза к заказа и так соответственно следующий важный параметром относительно карт это когда ее нужно устроить здесь есть два варианта лучше конечно начинать построение карты в самом начале когда только бизнес запланирован когда происходит разработка всех взаимодействий разработка того как вы будете работать с аудиторией так вы изначально сможете полностью описать все точки взаимодействия и все инструменты а потом просто ее обновлять добавлять те или иные круги и те или иные связи когда вы уже будете опробовать так сказать на кроликах на к на клиентах уже работа своего маркетинга ну и второе это когда ваш бизнес когда рынок предложения товара рынок товара и аудитория стабильны то есть нет влияющих на этот товар или на этот бизнес резких скачков доллара нет резких форс-мажоров нет там резкого запрета ввоза этого товара например из рубежа в страну ну и тому подобное то есть когда построение карты не будет зависеть от резких форс-мажоров которые скорее всего могут возникнуть ну и наконец как есть два варианта опять же это можно через точки взаимодействия с инструментами с инструментами с каналами когда вы точно знаете какие инструменты вы будете использовать и уже исходя из них вы начинаете рисовать как раз те взаимодействия которые будут происходить допустим там вы используете например email маркетинг да и те цепту цепочку касаний которые в рамках email маркетинга и есть что человек может сам написать вы ему написали как он прореагировал на ту или иную рассылку позитивно негативно пошел ли он например к товару или подписался на ваш блог или отписался от вас ну и так далее ну и наконец во вторых это через построение карты через точки готовности состояния самого покупателя то есть в какой момент он узнал о вас связывался ли он о вас узнавал ли он подобном товаре у ваших конкурентов интересовался ли он этим товаром в поисковике столкнулся ли он с ним в прессе ну и так далее то есть это тоже определенные точки состояния покупателя которые нужно в карте указать ну и повторюсь что все-таки cgm это скорее не инструмент маркетинга или инструмент интернет маркетинга это все таки методика управления маркетингом которые можно использовать потому что есть различные методики есть те же самые там аида или там аида слав есть многие там нелинейные цепочки построение коммуникации построения маркетинга с клиентами cgm просто является одной из методик которые присутся сейчас на рынке и она сейчас просто одна из популярных одна из современных который придается какой-то определенные какая-то определенная известность и соответственно многие о ней сейчас говорят следующий блок который напрямую связан при этом cgm это инструменты сквозной аналитики но если cgm описывает полностью все взаимодействия с клиентом начиная от теории где он мог о нас узнать и заканчивая уже соответственно апсейлом и последний последующим каким-то коммуникациями сквозная аналитика это лишь технологический инструмент который выстраивает хронологию касания по цепочке продаж по цепочке коммуникации с клиентом через воронку продаж опять же ну или опять же через тот же самый cgm когда вы с помощью разных инструментов видите в какой момент в какой именно точки вы пара гировали с со своим клиентом для этого есть разные инструменты материал собирается со все данные собирается и показывается либо непосредственно в личных кабинетах сервисов которые собирают подобно наличку либо же соответственно выгружается либо google data studio либо microsoft power bi по своему опыту я работал пока только лишь с максов пор би а вот пример разных сервисов которые присутствуют например на рынке такое небольшое сравнение по беру мою камеру повыше чтобы не закрывать некоторые сравнения по сервисам которые занимаются сквозной аналитикой и который предоставляет возможности управления данными которые выгружаются в систему при этом дашборды так называемые microsoft power bi выглядят приблизительно так но там есть и более насыщенные дашборды и выдачи отчетов куда выводится максимально полная информация о том сколько что стоило где какой канал сработал где какой инструмент сработал а где не сработал и сразу же видно как любят предприниматели как любят руководство сколько что стоит сколько стоит каждое действие сколько стоит каждый практически клик причем непосредственно в деньгах именно да и сразу всем понятно и маркетологам и руководству нужен ли тот или иной товар или услуга на рынке нужен ли тот или иной инструмент который вы используете для вашей работы так у кого-то включен звук и соответственно сразу же становится понятно нужно ли использовать этот инструмент в дальнейшем если нет это можно быстро исправить либо же дополнить другим инструментом карты и дашборды выглядят по разному в разных компаний это происходит в зависимости от того как программист настроили есть достаточно большой объем специалистов которые могут настраивать дашборды как работающие непосредственно компания так и можно обращаться специализированную компанию специально или к фрилансерам специалистам которые могут помочь в этом которые настроят вам полностью всю систему и покажет вам как работают ваши магазины интернет-магазины как работает ваш бизнес как b2b бизнес работает ну и там так далее за одним наверное нюансом что что в cgm что в сквозной аналитики есть некоторое мнение что в теме b2b несколько сложнее настраивать данные по отчетности почему потому что там все-таки цепочка принятия решений по покупке то ли но и довольного товара то или иной услуги она не за несколько длиннее мы с этим сталкали свое время в том же самое мтт потому что ты ну опять же b2b компания и нам было очень сложно посчитать эффективность например участие в мероприятиях когда затрачивается на мероприятие довольно большие суммы на спонсоре на выставление стенда на участие в качестве спикеров вроде бы активность произведена бюджет бюджет затрачен мы постарались допустим использовать тм-метки или там специальные какие-либо раздаточные материалы чтобы определить что человек пришел именно с этого мероприятия человек пришел именно с этого стенда он узнал на нас именно в этом месте делает например там специальные акции да но все но был и довольно большой процент тех кто узнав о нас на мероприятии или вспомнив о нас на мероприятии приходил потом к нам через другой контакт то есть он например узнал о нас потом пошел в поисковик и начал читать отзывы почитал отзывы обратился к своим друзьям которые использовали такие же услуги как у нас например до телефоне посоветовался и только тогда он связался уже с нами использовать просто инструменты сквозной аналитики в данном случае невозможно потому что есть моменты точки касания с брендом которые не посчитать не отследить вот поэтому эти точки касания как раз указываются в карте cgm в customer join map и как раз там описывается как вы можете повлиять на ту или иную составляющую например там если точка является его консультация с друзьями то соответственно здесь вы можете увеличить какой-то объем своего пиара или увеличить объем в публикациях то есть если вы например проводите какое-либо мероприятие или участвовать в мероприятии то можно рассчитывать на то что если люди коммуницирует с вашей компании на стенде то можно предполагать что после этого они будут искать дополнительную информацию о вас они пойдут опять же в поисковик они пойдут на отзывики они пойдут в сми или они просто запомнят о вас а потом будут читать какую-то прессу и вы можете по как раз в данном случае проработать этот момент что вы можете ориентироваться на то что о чем было мероприятие на допустим там рынке коммерс до конференция от оборот.ru е-коммерс не помню как точно название но соответственно у них из основных и соответственно после этого можете пойти с рекламы на то же самое оборот.ru и разместить статью себе например там или же повесить баннер там который ведет на ваш сайт если же это например в в теме логистики то соответственно используя это логистик с.ру и там сделать какое-то интервью например со своим генеральным директором или директором по маркетингу и таким образом человек про взаимодействие с вашей компанией на стенде не перейдя сразу же к покупке ваших услуг или не перейдя сразу к вам на сайте он а столкнется с вами же но уже там например на сайте медиа или просто в интернете есть также вариант когда некоторые из организаторов мероприятий предоставляют электронные адреса участников мероприятия но так как у вас самих нет в принципе прав писать юридических прав писать этой аудитории то эти электронные адреса можно загружать например в тот же самый фейсбук адс и делать размещение рекламы с таргетингом именно по этой аудитории таким образом человек хоть и не обратился к вам к вашей компании и например там не встретил не знаю там статью какую-то или там не стал интересоваться там ваших услугах дальше он встретит ваше предложение уже в социальных сетях стариотированная на лично на него или ты точнее стариотированная на участников именно мероприятия в котором он принимал участие причем самом объявлении в самой рекламе можно как раз указать что здравствуйте вы участвовали в том мероприятии вот для вас спецпредложение только для вас например и это предложение например может быть именно очень интересным и полезным для него вот и тогда эти данные когда он уже кликнет по этому баннер как раз выгружается уже в аналитику сказанную аналитику выгружается в дашборды и вы сразу видите соотносите данные что у вас был этот электронный адрес вы его загрузили ранее в power bi и вы увидели то что человек обладающий этим адресом он кликнул по вашей рекламе спустя время допустим там в фейсбуке да или в мэйл.ру имею ввиду в соцсетях которые относятся к мэл.ру это одноклассники вконтакте и тогда вы можете срастить цепочку касаний в power bi и понять сколько для вас стоило касания с этим специалистом с этим покупателем относительно мероприятия затраченных средств на мероприятие вы будете понимать что так вот мы как бы заплатили например там 100 тысяч рублей за участие и вот произошло там 100 касаний в последующей рекламе именно с этой аудитории и так вы можете рассчитать сколько из клиентов пришло сразу к вам и это одна стоимость клиентов и сколько клиентов пришло позже через другие касания через телефоны через мэл и через рассылки через касание в рекламе и сможете оцифровать все данные по всей аудитории сложно дорого-долго но именно так маркетологи могут понять сколько стоил тот или иной клиент для компании и сколько стоили те или иные затраты на рекламу на маркетинговую активность дальше продолжим непосредственно уже с инструментами то есть на предыдущий там вопрос по итогам прошлого занятия как раз я ответил теперь пройдемся а по части инструментов которые я еще не рассказывал учитывая что интернет-маркетинг он в нынешние времена стал не просто связаны чисто только с интернетом это скорее digital маркетинг ахтон мы пройдемся по тем инструментам и тем каналам которые находятся на срезе между онлайном и оффлайном но не имеющих возможности работать без онлайна например вот датчики ibecon или bluetooth маячки которые могут географически отслеживать вашу аудиторию ну или вообще всю аудиторию которая только возможна в чем их прелесть или в в чем их задача как они работают они взаимодействуют с вашими мобильным устройствами то есть если у вас в телефоне включен bluetooth то эти маячки могут отследить ваше устройство находящиеся в определенном месте и отправить вам на телефон либо пуш-уведомление либо сообщение в мобильное приложение которое у вас установлено вот в принципе географически как раз это показано то есть маячок отправляет в телефон уведомление и предложение какой-либо там скидки акции и так далее и данные выгрыжаются уже в облако и после этого можно отследить пришел человеку к вам магазин или нет или там позвонил вашу компанию заказать ваш товар или нет как это работает во первых на первом шаге это возможно взаимодействие с наружной рекламы которая отслеживает аудиторию и в рамках 10 приблизительно метров вокруг друг друга то есть если человек там проходит ваш магазин или проходит именно точку где установлен ваш маячок мы например экспериментировали с маячками которые используют вай-фай на железнодорожных станциях электричек то есть нам нужно было процветать продвигать сеть салонов цветов и мы контролировали аудиторию географически когда люди в час пик выгружались из электричек мы считывали данные их телефонов выгружались все mac адреса данных устройств мы их собирали как бы выгружали в единую базу и в дальнейшем загружали в рекламную систему от mail.ru и рекламировали свою сеть как раз непосредственно точно по той аудитории которая нам нужна была географически то есть мы знали что если человек ездит на электричке и явно не один раз в Одинцово то мы можем рекламировать честно и смело именно на эту аудиторию именно того магазина который находится в Одинцово либо жил там в Балашихе выгрузился мы можем соответственно рекламировать на него так инструменты работают гораздо четче чем если этот человек в соцсети просто указал что он например живет там в том или ином регионе потому что зачастую человек как бы может указать что он в Москве живет а сам живет там где-нибудь в Химках или там в Красногорске где-то или наоборот он может указать что он живет в Владимире а сам давно уехал в Москву и находится в Москве таким образом таргетинг в соцсети он может немножко сбоить а в данном случае когда мы четко видим что этот человек периодично бывает именно в определенном месте мы знаем он там и знаем что точно с ним можно работать поэтому мы можем ему отправлять те или иные уведомления в виде рекламы таргетировать рекламу на него вернемся к блютуз маячкам второй вариант это как раз когда человек проходит ту или иную торговую зону и мы можем либо же он входит например на территорию торговой зоны да то есть там в какой-нибудь ритуаль и можно ему сразу на телефон отправить спецпредложение то есть он только вошел а мы уже знаем что он пришел и там исходя из данных которых у нас все время хранятся мы понимаем кто он что он и что обычно ему там нравится и что его обычно интересует мы ему сразу присылаем уведомления предложения в телефон таким образом происходит реклама товаров услуг в рамках различной акции ну и наконец третий шаг это опять же с использованием наружной рекламы скидка при следующем посещении то есть когда он например либо просто проходит вашу торговую зону либо ваш офис например то соответственно мы можем ему отправить уведомление с предложением скидки на посещение на какой-либо товар приблизительно так же работают системы которые отслеживают мобильные телефоны использующие вай-фай в московском метро не только в московском сейчас уже когда человек ездит ежедневном режиме практически на метро то Максима Телеком считывает данные наших устройств и может нас опять же отслеживать потом географически в рамках практически страны но пока они там насколько я знаю предлагают свои услуги только в рамках Москвы и близлежащих там районов и таким образом тоже можно таргетировать те или иные рекламные предложения какие есть например тоже еще там кейсы интересные вот не знаю есть вот стадион компно в Барселоне который использует блютуз маячки работая со своими постоянными клиентами те которые постоянно приходят смотреть те или иные игры те или иные соревнования и у них есть установлено мобильное приложение непосредственно от стадиона от спортивной команды которая там занимается и они делают те или иные скидки акции предложение различных товаров относящихся к мерчендайзингу предложение коммуникации например если выложен какой-то видеоролик например от команды ну и тому подобное как работает самого решения во-первых опять же около товаров товар там установлен экран на который можно выдавать рекламные предложения при отслеживании человека датчик движения определяет приближение к товару порядка 10 метров ну и передает сигнал маячку а тот передает сигнал на экран как раз для передачи самого предложения наиболее удобно используют это выставки музеи стадионы и какие-либо другие площадки где вы можете замотивировать заранее установить приложение это сетевые магазины которые заинтересованы работать с большой аудиторией ну и наконец массовые мероприятия где использование стандартного например интернета зачастую осложнено почему потому что людей много в одной точке сеть просто не справляется и вы не можете отправить ему там смс или вам сложно отправить какую-то там рассылку например по этой аудитории электронную поэтому в данном случае вы легко можете поймать свою аудиторию в рамках мероприятия с помощью bluetooth маячков какая аналитика при этом есть точное отслеживание перемещения покупателя в зоне продаж вплоть до одного метра что тоже относится к еоотслеживанию что тоже можно использовать в своей рекламе как я говорил есть в социальных сетях указаны данные у клиентов наших где не находятся там где не живут но и сами компании которые которым вы руководите маркетингом которым вы управляете тоже могут указывать свои данные о месте нахождения и при попадании нашей аудитории в то или иное место я думаю вы с этим неоднократно сталкивались соцсети присылают свои запросы на то чтобы там в они дали свой отзыв о том или ином месте который который человек возможно посетил например соцсети отследила что человек был там рядом с тем или иным магазином он спрашивает какое у вас мнение были ли вы там и какие есть там точки коммуникации есть ли там парковка какие там цены ну другие параметры которые они соответственно уточняют это как раз так сказать безбюджетный практически маркетинг когда вы можете прокоммуницировать с той или иной аудиторией просто указав точно свой адрес в соцсетях заведя страницу и опубликовав информацию о себе 2 других 2 других составляющих относящихся опять же геомаркетингу это указания в гугле в их справочнике google мой бизнес данных о своей компании где вы можете указать свои фотографии свой логотип данные по своей компании данные по своим специалистам которые у вас есть можете указать чем вы занимаетесь вы можете указать всю подробную информацию о контактах при этом получая непосредственно аналитику по данным как вашу компанию находили также есть информация и например у яндекс справочника сейчас это очень большой расширенный инструмент который работает в связке как уже с яндекс директом с контекстной рекламы как нам в прошлом занятии вам рассказывал что карточка компании уже может выдаваться непосредственно с самым объявлением человек может перейти не только на рекламируемое объявление но и непосредственно на карточку компании где он может ознакомиться с услугами компании целиком или там о том где компания например находится и точно так же яндекс справочник выдает аналитику о том как аудитория как аудитория интересуется той или иной услугой в месте присутствия вашего бизнеса или там вашего магазина например сколько было запросов сколько они эта аудитория сдавала запросов в поисковике сколько было кликов сколько заходило сколько есть конкурентов и соответственно как у какого из конкурентов выше например рейтинг и как вы можете на это повлиять ну и более дорогой сегмент я маркетинга относящийся к картам это когда вы работаете непосредственно с гуглом или с яндексом так сказать оплатив компании за указание спец размещения на карте да то есть когда человек устраивает себе например маршрут а ему в рамках этого маршрута показывается что в этой конкретной точке по пути его движения будет та или иная компания от его логотипа от ее спецпредложения вот следующий блок следующий блок это распознавание лиц если еще на прошлом занятии прошлого так сказать курса всего лишь год назад технология распознавания лиц уже была была опробована но еще не была так сказать вошедшая в инструментарий компании в ритейле то в нынешнее время в этом году это уже инструмент который используется уже многими компаниями такими как вот операторы связи такие как компании предоставляющие компания рынка ритейла компания которая занимается с безопасностью и многими другими сейчас это например с наиболее популярные возможности это получение в микрофинансах кредита когда вы например не дай бог конечно дав считать устройство свой паспорт помимо этого вы еще и будете считаны через специальную камеру самого устройства устройство автоматически соотнесет фотографию которая указана в паспорте и фотографию которая была снята вживую поймет что это вы и будет автоматически произведен скоринг для того чтобы выдать человеку ту или иную сумму которая разрешена в рамках этой микрофинансов организации в данном типе предложений так сказать для кого еще полезен этот инструмент ну опять же сказал уже в ритейле в кино можно легко покупать билеты или например получать скидки если вы являетесь постоянным посетителем и у вас есть приложение или вы загружены в их базу в финансах как уже сказал и хориком то есть в отелях ресторанах и кафе как соответственно может еще работать есть кейсы так сказать оплаты улыбкой то есть когда ваши фотографии уже загружены в систему вы являетесь клиентом того или иного ресторана или кафе этот кейс если не ошибаюсь был опробован в KFC в сети KFC когда у компании есть ваша фотография вы пришли получать заказ или там делать заказ вы все назвали улыбнулись из вашего счета который был подключен непосредственно к системе были списаны была списана оплата за этот заказ другой вариант который насколько мне помнится используют кажется Amazon в штатах это поиск так сказать несчастных покупателей когда система автоматически в втором зале отслеживает покупателей недовольных лицом либо просто печальных и соответственно к нему подходит специальный представитель который пытается сделать ему либо спецпредложения либо просто уточнить может ли он чем-то помочь посодействовать чтобы у человека было улучшилось его настроение чтобы он сделал больше покупок просто следующий блок это контроль через день на кассу в россии это используют как минимум x5 ретейл групп в пятерочке в некоторых из магазинов когда в кассу соответственно стоит более там определенного количества человек то происходит сигнал либо же администратору либо это уходит опять же в аналитику самой компании чтобы понимать что в данном конкретном магазине очень часто не хватает кассу очень часто в какой-то промежуток времени происходит час пик и нужно увеличить количество касс и тогда компания может расширить количество касс либо же как-то перестроить магазин чтобы решить все-таки проблему с учредителями в данном в данной сети в данном магазине следующий момент который частично тоже относится к кассам это размещение спецрекламы с таргетингом по аудитории в помещениях на экранах то есть тоже человек подошел к кассе его лицо было считано если это лицо есть опять же в базе то ему делается спецпредложение либо самим кассиром которому прилетит специальное уведомление на экран его кассы либо же это спецпредложение придет на телефон непосредственно покупателю ну и опять же это контроль безопасности да то есть когда компания уже имеет доступ к определенной базе воришек которые по магазину могут шариться то в данном случае не нужно ставить специально на входе какого-то злого дядю который будет ловить прямо на самом входе тех или иных людей пытаться вспоминать является ли этот человек воришкой или не является а в данном случае сигнал просто уходит службу безопасности и дальше за человеком следят камерами либо же на всякий случай из помещения охраны выходит охранник чтобы уже проконтролировать этого человека дальше следующий блок это роботизация общения с нашей аудиторией она состоит из двух блоков это чат-боты когда идет текстовое общение и голосовое общение к которому относятся как входящие так и сходящие звонки с использованием голосовых ботов это очень широкая широкий инструмент который можно использовать инструмент быстро обучающийся и обучающийся до сих пор я имею ввиду что возможности его обучения расширяются возможности его использования расширяются в настоящее время например можно использовать голосовые боты с помощью технологии спич-то текст когда сначала текст сначала голос записывается робот пообщался с человеком принял какую-то информацию негативную например какое-то там обращение что там в том или ином месте например магазин не работает или в том или ином месте сети были некачественные продукты или в том или ином месте не знаю грузовик той или иной компании логистически например компании произвел нарушение правил дорожного движения и тому подобное сама информация принимается голосовым ботом при этом дальше не требуется прослушивание с нуля то есть не нужно садиться за компьютер и сидеть прослушивать весь объем записей а сразу все происходит сразу происходит расшифровка голоса и переводится в текст текст формируется в электронное письмо и отправляется необходимому специалисту таким образом происходит маршрутизация если это например сеть опять же там x5 retail перекресток например да если плохой товар допустим был на улице народного обучения в москве и точно так же было в химках и точно так же было не знаю там волтуфи например да чтобы это произошла маршрутизация и отправка сообщений ни одному и тому же человеку который вроде бы не относится ко всем трем районам москвы чтобы произошла отправка именно трем специалистам которые отвечают именно за эти три магазина как раз есть возможность спичь эту тексты сформировалось письмо и отправилось непосредственно тому человеку который отвечает за данный магазин в данном случае очень удобно полезно и ускоряет взаимодействие аудитории с нашими компаниями как пример это опять же возможности яндекс алисы серии и других коммуникационных сервисов которые сейчас появились там от яндекс и мэйла и других компаний с возможностью использования их в рамках чатов чат-ботов опять же чат-бот можно построить например через яндекс диалоги когда человек приходит на тот или иной сайт и может начать коммуницировать с компанией через яндекс мессенджер находясь на самом сайте и общаясь с компанией для этого нужно будет просто выстроить в сериусе цепочку коммуникации с этим посетителем в зависимости от того с какими задачами с каким интересом пришел тот или иной покупатель он хотел либо что-то купить либо он хотел что-то уточнить либо он хотел высказать какой-то негатив ну то есть там заранее прописываются все все возможные типы обращений и заранее прописываются возможные ответы на них ну и наконец если же возможного ответа нету то как обычно там при звонке не знаю банк звонок переходит на живого специалиста если он в данный момент доступен если же он недоступен опять же предлагается возможность записать обращение и отправить непосредственно с вашими контактами с контактами покупателя представителю данного сайта возможность используется уже непосредственно в поисковиках вот например как бы при запросе купить билет можно сразу же обратиться через сайт через поисковик через онлайн консультант к представителю компании и задать все необходимые вопросы причем в том числе и купить непосредственно можно в самом чат-боте то есть загрузить данные своей кредитной карты выбрать там товар и непосредственно там и оплатить сразу следующий блок который у нас есть мы частично его касались но нужно все-таки немножко подробнее еще разобрать это SEO он разделяется на два блока как соответственно сейчас компания ищется в поиске и как на это влияют различные факторы например как я говорил что некоторые из поисковиков сайтам которые показывают быстрее для мобильных устройств которые загружаются быстрее то соответственно они их и показывают гораздо выше чем соответственно у других сайтов которые открываются медленно ну регулярно спрашивается у меня как построить семантические ядра вот есть такая ссылочка она полезна для всех специалистов можно зайти и там есть хорошие инструкции какие правила есть опять же как уже говорил есть понятие легких страниц это влияет на ранжирование гугли есть социальные страницы это означает насколько контент на страницах является человекочитаемый что этот контент непосредственно для людей написаны ну и опять же для определения самого контента есть самые различные сервисы есть есть вебвизор от яндекса есть со туз извините есть большой перечень различных сервисов текстера который подготовил своем блоге вот есть полезная ссылочка можно будет туда потом перейти ну и наконец рекомендации яндекс метрики как действовать как контролировать работу сеошников тоже частый вопрос поэтому всегда отвечаем ну есть два варианта либо это делается самостоятельно вашими специалистами либо производится сторонний аудит другую компанию то есть если вы да и так в принципе в любой деятельности что в email маркетинге что не знаю в программатике в CPA и в других коммуникациях в данном случае в SEO можно провести аудит другой компании которая присутствует на рынке то есть вы приходите начинаете работать с одной компанией заказывать у нее ту или иную услугу но сами профессионально выполнить аудит не можете вы не знаете куда смотреть как контролировать вы видите только итоговый результат а то как работает эта компания не всегда возможно поэтому можно привлекать другую компанию которая присутствует на рынке за гораздо меньше деньги просто сказать что пусть ваши специалисты проверят то как работает вот данная компания мы вам там за это соответственно заплатим это наиболее качественный вариант аудирования выполнения работы какие источники могут быть для вас полезны при контроле SEO специалистов есть основной один из основных сайтов которые в теме присутствует это search engines есть сайт per seo у которого есть различные сервисы бесплатные которые можно использовать это вот и анализ контента это и счетчики это и панель проверки позиций и проверка состояния сайта работает ли он и доступен ли он по всем регионам и так далее и так далее есть seo пульт у которого тоже есть определенные перечень возможностей и наконец есть многофункциональная такая seo платформа серопстат которая пользуется основное количество всех специалистов которые полностью контролируют сайты в отношении seo то есть можно посмотреть как работают ключевые фразы сайта какие есть обратные ссылки на сайт нет ли запрещенных а я насколько вам в прошлый раз рассказывал что на сайт желательно не должно быть каких-либо нетематических ссылок почему потому что поисковики могут забанить ваш сайт и в выдаче вообще не показывать например и обратные ссылки нужно все-таки контролировать есть мониторинг позиций и соответственно то аудит сайта то как можно проводировать код сайта и если там какие-то ошибки которые нужно исправить ну и наконец определение и распределение фраз например по позициям чтобы понять что происходит в данный момент с сайтом и насколько быстро он открывается насколько он хорошо видится следующий блок информации это юзер экспириенс это хоть и блок относящийся к интернет-маркетингу но все-таки тема очень широкая достойно отдельного занятия и соответственно полностью подробно мы сейчас разобрать не сможем но опять же для общего понимания и понимания как отслеживать эффективность и как контролировать работу мы сейчас проговорим ну что опять же что как юзер экспириенс по факту это то как люди контактируют с вашим сайтами или приложением например да опыт взаимодействия и ощущение которое возникает у человека при непосредственном взаимодействии в более узком смысле соответственно характеризует личное восприятие человека тех или иных характеристик продуктов или услуг в процессе использования есть нескольких составляющих это соответственно информационная архитектура это проектирование взаимодействия уже создание потом определенного графического дизайна исследования юзабилити то есть исследования того как люди будут коммуницировать с вашим сервисом с вашим дизайном ну и создание например уже самого UX дизайна есть несколько основных блоков которые относятся к управлению этим инструментом это исследования пользователей которые как от просто опросов и просто каких-то мозговых штурмов которые будут у вас в офисах проходить вплоть до того что используя специальные камеры которые отслеживают движение глаз клиента посетителя сайта при посещении сайта то есть куда он посмотрел какой текст он заметил на что он обратил внимание как он прочитал насколько долго задержался на том или ином функциональном элементе на сайте все это считывается записывается анализируется и в дальнейшем используется в специальных компаниях которые занимаются юзабилити их ограниченное количество на рынке потому что создание именно такой компании довольно дорогое удовольствие а вот использование услуг не очень есть все необходимые все необходимые аппаратуры все необходимые специалисты а также к аналитике как вы видите относятся и опросы и веб аналитика и там дневниковые исследования и так далее после этого как я уже говорил создается информационная архитектура то есть описывается структура какие блоки на сайте должны быть какие страницы должны быть какие у них задачи как человек должен коммуницировать дальше соответственно уже концептуальное проектирование создается так называемые макапы то есть описание сценарного проектирования с какой точки посетитель перейдет на какую точку от какого блока возможно перейдет к другому блоку то есть опять же такой cgm но в маленьком смысле относящимся непосредственно к самому сайту то есть как человек будет коммуницировать с вами находясь на вашем приложении или на вашем сайте дальше уже происходит дизайн взаимодействия ну и наконец оценка интерфейсов уже либо экспертное либо юзабилити тестирование опять же повтор айтрекинговое исследование когда контролируется движение зрачков или движение мышки по экрану ну и наконец блок тестирования важная составляющая AB тестирования возможно многие из вас понимают что это значит но по своему опыту преподавания знаю что тоже не вся аудитория понимает принцип этого инструмента что такое AB тестирование это когда вы например собираетесь запустить ту или иную рассылку у вас есть аудитория допустим там 6000 контактов и вы изначально не знаете насколько эффективно пройдет ваша рассылка с тем или иным контентом вы можете написать сколько угодно текстов но по факту основной аудитории вы можете отправить только одно письмо поэтому в данном случае можно произвести AB тестирование вы вычленяете из аудитории объединённые определенный объём подписчиков допустим там 60 человек 10% 1% от аудитории или же там не знаю 120 человек 2% аудитории и делаете по ней один вариант письма с одним вариантом контента берете еще например 120 человек и делаете по ней другой вариант письма с другим контентом на другой лендинг предложения сравнивайте эффективность работы то есть какое из письмо какое из писем лучше сработало где было лучше прочитываемость сколько бы где было больше кликов где больше продаж больше переход ну то есть полную всю информацию вы по факту получаете и соответственно потом вы выбираете какой из вариантов лучше сработал и используйте именно тот вариант который показал лучшую эффективность также и соответственно и в юзабилити при создании сайтов создание каких-то элементов сайта это вы можете при изменении сайта менять те или иные блоки распределяя аудиторию посетителей то есть вы создали одну версию сайта там с одним элементами отправили на нее там первую часть аудитории которая шла допустим там до 12 дня а вторую аудиторию вы отправили на другой сайт и тоже отследили всю эффективность которые в итоге получилось вы видите какой из дизайнов лучше сработал где лучше была эффективность и вы понимаете какой из дизайнов лучше в том числе и то что может относиться к небольшим изменениям сайта вы изменили там форму запроса вы изменили каталог вы изменили корзину вы изменили там страницу контактов и определить эффективность вы можете не просто взять и вывалив там на день-два там или на неделю в доступ и потом думать насколько хорошо это сработало а вы можете разработав изначально там два-три там четыре варианта разных составляющих которые мы перечислили те же самые корзины например в том числе там может быть разных цветов и управляя потоком аудитории распределяя сегментируя аудиторию либо там по его признаку или по времени лишь по какому-либо признаку вы можете даже за раз параллелив аудиторию в онлайн-режиме то есть аудитория идет и в одно в одно и то же время просто она рассекается на разные сайты на разные лендинги которые относятся к вашему сайту и видите сразу же в онлайн-режиме в силу эффективность который получается и так вот быстро определить какой из инструментов какой из изменений дизайна лучше сработал об этой стерени можно использовать по я повторюсь практически в каждом в каждой маркетинговой активности надеюсь вы в своей практике это используете ну вот да опять же там во первых мы в данном случае говорили про дизайн и и и икс но можно использовать во всех маркетинг следующий инструмент это колл-трекинг инструмент определение какой канал или инструмент коммуникации в оффлайне или онлайн не сработал то есть как это происходит вы заказываете либо у специального сервиса либо же напрямую операторы связи которые предоставляют номера телефонов причем может быть как мобильные номера так и соответственно городские номера телефонов определенный список номеров размер разместив каждый номер в определенном канале вы будете видеть эффективность обращений эффективность канала эффективность инструмента зависимости от того сколько звонков пришло на тот или иной номер соответственно так мы легко можем определять эффективность размещения рекламы наружной рекламе эффективность размещения в прессе в листовках в граффити и в других возможных каналах размещения это тоже частая проблема когда там люди говорят вот нельзя пиар посчитать или вот нельзя посчитать нормально наружная реклама которая не цифровая нельзя размещаем посчитать сми посчитать очень легко просто размещаете там номер телефона который вы покупаете время на скажем там на месяц да и соответственно вы видите эффективность от этого инструмента следующий блок это мероприятие как бы не считалось что мероприятие это оффлайн но все-таки относительно интернет маркетинг это огромный блок огромный пласт инструментария который сейчас например очень даже хорошо вырос это вебинары онлайн конференции и возможные лайф трансляции многие компании не имеющие возможности коммуницировать сейчас со своей аудиторией со своими дилерами составными поставщиками стали активно использовать возможности вебинаров стали активно использовать онлайн конференции для соответственно продвижение своих товаров и услуг ну и соответственно работая с блогерами можно активно использовать лайф трансляции когда вы в прямом режиме с помощью блогера и его аудитории рассказывая опять же этой аудитории про ваши возможности про ваши товары услуги про то как компания вышла на рынок либо же занимаясь персональным брендингом вы можете заниматься продвижением следующий блок про который тоже на прошлом занятия спрашивали то digital pr который тоже состоит в принципе из трех блоков есть работа с блогерами лидерами мнения работа со сми и непосредственно ведением блога который можно сказать относится тоже к определенному направлению маркетинг до контент маркетингу все три блока относятся причем и как би ту си так как би ту би блогеры как с ними работать ну во первых есть агентство которые ведут тех или иных блогеров есть агентство которые даже и создают блогеров то есть они находят активного молодого блогера молодого в том смысле что у него еще маленькая аудитория накачивает его аудитории помогает ему в продвижении помогает ему в съемках помогают ему в каком-то антураже и соответственно занимаются впоследствии его продажей после того когда он вырастет в аудитории и во вторых соответственно это биржи блогеров да то есть когда вы через специализированные платформы например там би ту би блогер можете зайти выбрать тематики которые вас интересуют указать там стоимость которую вы готовы заплатить за размещение вашего контента у блогеров и четко контролировать эффективность размещения второй блок это непосредственно работы со сми здесь тоже есть три варианта работы с ними в отношении интернет маркетинг это работа через агентство когда размещение происходит с помощью агентства на сайте коммерсанта на сайте рбк на сайте из профессиональных каких-то медиа второй вариант это работа через релизы приемники рассылщики типа присуха пера онлайн и другие ну и наконец самостоятельно когда вы самостоятельно работаете с теми или медиа создаете хорошие поводы либо же используйте информационную повестку которая присутствует вокруг нас как пример можно привести компанию city mobile которые очень активно используют новостную повестку интегрируются практически в любую тематику которая так или иначе получила хорошее и позитивное в какой-то степени внимание аудитории то есть как последний например если вы сталкивались в новостях с этим возможно знаете что было вот удаление граффити с бродским на стене одной из школ в москве когда один из как его правильно называть специалистов которые занимаются граффити оставил красивую картину с изображением бродского я можно я первое это питье было но там выяснилось что это коммерческий проект да да то и точно точно это был был в питере а закрасила за вкус школы да ну ну не совсем как бы что это была реклама потому что на сто процентов никто не знает что дача с одной стороны человек является представителем компании которая делает подобное размещение с другой стороны ну как бы может рекламу может нет но как бы произошло хорошо и подозрение возникло не случайно да согласен но в нашем случае мы говоря про это говорим все-таки про city mobile они используют эту тематику опубликовали обращение ко всем так непризнанным автором непризнанным художником с которыми произошло приблизительно такое же да то есть они сделали красивую картину где-то и разместили у них там очередной завхоз уничтожил эту картину и предложение было в том что давайте вы присылаете свои работы нам и вы мы будем их размещать на своих машинах на крыше автомобилей получается достаточно интересно и красиво и так далее понятно что с одной стороны обращение наверно будет мало да и не все опять же обращение компания пропустит через себя но так как стройка произошла в интересный контент интересную новость да то и об этом написали многие издания для city mobile то не стоило практически ничего ну просто написать релиз и и они сделали одну фоточку где они просто сделали пример размещения на крыше той же самой картины с бродским и разместили в сми разместили все прям по моему даже я видел ее на главной яндекса ну вот пример оперативной работы и как то того как они работают например с новостной повесткой третий важный блок который относится к digital pr этом введение своего блога бог может быть как на сайте самой компании так и соответственно какой-то внешний стендалон бог все уже давно знают что контент это король и контент маркетинг прекрасный инструмент для привлечения трафика для организации продаж управления продажами вывода новых каких-то предложений на рынок и можно увидеть вести либо сообща там различные специалисты компания как техническими специалистами так и маркетинговыми так и может быть закреплен какой-то определенный человек который будет постоянно там в каком-то периодичном режиме публиковать тот или иной контент о жизни компании да как пример это может быть если говорить про соцсети да пресловутый кубань жоу дурмаш который уже можно несколько лет активно работает соцсетями и которые все уже понимают что скорее всего ведет какое-то внешнее агентство и публикует контент делают практически обращение вовне в политику есть обращение к своей аудитории при продаже техники есть продвижение техники о том чем живет компания как она развивается и так далее и подписчиков у них получается очень много если говорить про внутренние ресурсы то есть внутренние блоги из блога можно сказать была создана компания до до пицца я знаю федора уже лет наверное 15 еще со времен до ивент бизнеса когда мы работали в компании бетили стади мы еще тогда столкнулись федором когда он еще только занимался книжным бизнесом мы использовали как спикера на наших мероприятиях он рассказывал о том как бизнес развивается там на что можно обратить внимание как создается бизнес и так далее и потом спустя время мы практически в прямом режиме в прямом эфире наблюдали через его блог о создании его компании о том когда он только еще написал чем он хочет заняться о том как происходит его первые там действия первые итерации по созданию бизнеса как на него влияют различные проверяющие инспекторы как он работает с налогами как он работает с инвесторами и многое-много другое то есть в блоге он описывал все что происходило с компанией и с идеей на самом начале описывает он это до сих пор да то есть описывает как он вышел на международный рынок как он работает с аудиторией и как на него влияют нынешние условия карантина и самоизоляции а это как раз тот самый пример когда бизнес просто вырос в международный можно сказать компании с просто видением блога и еще раз повторюсь что контент гороль конечно найти специалиста который пишет хорошо достаточно сложно но экспериментируйте пробовать всегда можно в том смысле что каждый тип написания контента имеет своего читателя не обязательно чтобы это был например текст это может быть и видео бог когда например там ваши технические специалисты например ну учитывая что многие из вас это представители все-таки b2b рынка да могут своем блоге делать инструкции по либо настройке оборудования либо о том как продвигать это будет оборудование либо о том как вы работаете внутри компании кто обслуживает клиентов ну то есть полностью в видеорежиме рассказывать о всем что относится к вашей компании и здесь какого-то цветастого и красивого текста уже не нужно опять же в b2b сфере обычно люди ценят профессиональный подход какой-то профессиональный контент им не требуется чтобы человек был оратором но им нужно чтобы они получили необходимый ответ на свои вопросы именно в тот момент когда им на это нужно то есть они могут зайти в ваш блог зная что вы занимаетесь этой темой найдя необходимый там ответ на тот или иной вопрос они будут благодарны вашей компании естественно они потом вернуться в вашу же компанию за вашими же услугами и товарами поэтому этот важный блог который относится опять же digital pr а прокачивая страницу блога с прокачивание посредственно саму сам бог его продвигая вы еще и привлекаете к нему внимание со стороны сми которые могут приходить к вам и предлагать либо интервью возможно даже бесплатно могут обращаться к вам за комментариями виде что ваши специалисты и там лично вы или ваше руководство являются именно профессионалами в теме и обладающие определенное определенной аналитикой и таким образом вы будете попадать необходимые еще профессиональные медиа за бесплатно получая хорошую аудиторию следующий блок это как раз тоже с прошлого занятия уже о том на какие рассылки было бы полезно подписаться какие изменения делают хороший контент хорошо рассказывает про новости на рынке про новости инструментов и так далее но вот есть ростбейс которым уже там много лет уже на лет десять как минимум который пишет про разных бизнес контент есть сэнд куз есть 3pc world cp exchange но и непосредственно основные медиа которые есть в теме там коса висит парк от индекс не помню состава рассылок помнят там нужно смотреть вручную ну и наконец у многих из ресурсов есть каналы в телеграме где подписавшись на них тоже можно быть в курсе на изменение обновлений по инструментам по рынке по аналитике и многом другом и так возвращаемся опять же к задаче у нас сейчас небольшой пусть будет 15 минутный перерыв до 10 30 напоминаю про домашнее задание которое было это подготовить маркетинг план интернет активности с учетом пройденного материала можно даже и с учетом того о чем сегодня разговаривали с представим так сказать с представлением на ваш бизнес до или на бизнес которым вы работаете или на бизнес которым вы хотели бы заняться который вы планируете определите как вы будете продвигать компанию какие у них будет у него будут цели какие будут задачи как дела найдете аудиторию соответственно как и какие из каналов какие из инструментов вы будете использовать 15 минут перерыв и жду вас на связи каждый будет по очереди соответственно вызываться и можно просто в аудио режиме рассказывать о том насколько вы поняли материал чтобы соответственно была соответствующая оценка жду вас через 15 минут и что вы можете на связи с этим видео если вы можете поставить единицу на которые требуют грамоте для вас таки как вы мы получали при этом и в общем здесь Продолжение следует... 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 в чем помочь вам в построении ваших планов. Кто будет первый? Давайте я начну. Да, Игорь, давайте. Сейчас, секунду, настрою. Собственно, будет связано с темой моего диплома, то есть, в которой я сейчас непосредственно работаю, компания. Это компания индивидуального туризма. Соответственно, до локдауна, карантина и ограничительных мер она занималась премиальными турами, труизами, какими-то эксклюзивными туристическими продуктами по всему миру. То есть, это самые разные направления. Европа, там основные продажи в Европе была, там разные спа, курорты, Мальдивы и все остальное. Теперь, соответственно, со смены обстановки компания переориентируется на продажи по России. То есть, это тоже какие-то премиальные продукты. И здесь я уже сразу начну с целевой аудитории. Я сегментировал ее на два основных. Там сегменты больше, но я расскажу на два основных. И уже из этого буду рассказывать дальнейший план. Собственно, первый сегмент целевой аудитории – это женщина. Женщины около 40 лет. Семья, дети, уровень дохода выше среднего. Решение о путешествиях, поездках в семье принимает она. В первую очередь, их интересуют круизы, потом пляжный отдых. Сидеть и вот в таком духе. Второй сегмент целевой аудитории – это мужчина возрастом 30-35 лет. Его интересует экстремальный туризм, экспедиционные туры, активный отдых и вот это вот все. Соответственно, можно, исходя из интереса целевой аудитории, два, так сказать, флагманских продукта, которые продвигать и рекламируют. Планируется. Для мужчин это будет экстремальный тур на плато Патарана с вертолетной прогулкой, с рафтингом, с плавом и так далее. Там сафари на джипах. А для семейного отдыха, для вот этих самых женщин, будет премиальный резорт на Алтае, спа, медицинский туризм, семейный отдых и вот это все остальное. Ну, первым делом были проанализированы, там сайт компании был проанализирован, были проанализированы сайты конкурентов, медийные каналы коммуникации, которые сейчас есть у компании в наличии. Ну, в начале о сайте компании, это, по сути дела, сайт Визитка. Там есть разделы, соответственно, о компании, контакты, каталог туров. Есть блок, который обновляется с периодичностью раз в неделю, где информация о предложениях, продуктах и обо всем остальном. Ну, вот анализ сайта... Сейчас, секунду, я открою. Ну, соответственно, сайт был мной проанализирован с помощью нескольких сервисов. Собственно, SimilarWeb. Я изучил источники трафика на сайт. Получилось 30% прямых заходов, 45% через листовые системы, через социальные сети 20%. Потом дальше. С помощью сервиса Яндекс.Вордстат я изучил поисковые запросы в Яндексе с прямым напоминанием бренда, то есть, как название компании вводили. Но это для того, чтобы понять, насколько бренд популярен, сколько пользователей о нем знают, ищут его напрямую, чтобы зайти на сайт. Ну, и, соответственно, посещаемость я изучил с помощью сервиса PRCI. Ну, вкратце, по сравнению с конкурентами, это не лучшие показатели. Вот, я там четырех основных конкурентов по тем же самым параметрам проанализировал. Вот. Ну, в первую очередь, это связано с одним сайтом. Он, в принципе, он хоть и оптимизирован, и там и в мобильной версии, там все нормально. Но, конечно, он не торт. Из других каналах в коммуникации компании есть Facebook, Instagram. Контент там по большей части дублируется. Там есть и рекламные посты, и какой-то интересный контент, который мог бы быть полезен пользователям и напрямую не связан с продажами. Но, опять же, проанализировав с помощью на мою социальную сеть, социальной сети компании с помощью сервиса Webster, я пришел к выводу, что, несмотря на количество подписчиков, оно достаточно большое, и хороший охват, достаточно низкая увлеченность аудитории, процесс, не очень много комментов, ER-рейтинг тоже довольно низкий. И, соответственно, надо каким-то образом все это исправлять, улучшать и так далее, и тому подобное. Главная проблема из анализа интернет-мидии, которую я понял, это недостаточная осведомленность о бренде. То есть, по сути дела, компания реализует очень хороший годный продукт, который актуален для аудитории. Какие профессиональные услуги оказывают на высшем уровне. Но аудитория недостаточно проинформирована о нем. Это раз. И второе, если там касается социальных сетей, недостаточно сообщества увлечено коммуникацию. Но для этого мной были поставлены задачи по системе Smart. за три месяца увеличить узнаваемость бренда на 25%. Это так, основную задачу. Сформулировал. для этого несколько этапов. Для решения цели несколько задач было у меня тоже выдвинуто. То есть, из каких нет, это не первое, это увеличение комьюнити, то есть числа подписчиков. Но не за счет ботов или каких-то купленных, допустим, лайков, за счет целевой аудитории, которая будет привлечена рекламой, контент менеджментом, помощью инструментов и так далее. Потом увеличение заходов на сайт. Но это тоже как бы и поисковый запрос. Это, соответственно, тоже как метрика, которая будет контролировать, которая будет показывать то, что у бренда увеличилась узнаваемость. И, соответственно, уже потом опросы уже после проведения этих мероприятий, там может быть еще одна как бы одна контрольная веха, это какие-то опросы с Google-формами, которые помогут понять осведомленность аудитории о бренде, то есть там какой-то краткий опрос, какую бренду вы выбрали, там, почему, там, что вы знаете о нем и так далее и так далее. Ну, соответственно, теперь про инструменты. Начну с соцсетей. Ну, во-первых, это, естественно, таргетированная реклама, то есть уже запускали несколько раз таргетированную рекламу, это была продуктовая реклама, то есть рекланировали там конкретные продукты на целевую аудиторию, там был таргетинг по интересам, соответственно, там основные парамеры, там полводорост, географический положение понятно, потом уровень дохода и там еще поведенческий фактор, то есть часто путешествуют, в фейсбуке можно настроить, там, через рекламный кабинет можно настроить, вот, и там и в инстаграме эту рекламу я запускал, и, соответственно, в фейсбуке. Потом, если говорить про фейсбук, соответственно, это, то есть титип страницы, это бизнес-траница, то есть кроме этого еще репост в тематических группах по интересам, то есть если это какие-то там богатые люди, то есть чем они еще интересуются, то есть возможно это мода, какие-то премиальные автомобили, недвижимость и так далее, то есть эти группы дают лучший охват, публикация, репост публикации бизнес-траницы вот в эти группы по интересам, они дают лучший охват, большая увлеченность и все остальное. соответственно, еще из инструментов это было более разнообразить контент, который даст увлеченности аудитории. Ну и что касается Инстаграма, это какие-то конкурсы, может быть, какой-то более интерактивный контент, активнее использовать сториз, потом, соответственно, вот уже сегодня про это говорили, это организовывать какие-то вебинары тематические, может быть, даже как раз с микроинклюенсорами какая-то коллаборация, то есть аудитория, допустим, по каким-то смежным интересам, то есть те же самые там вопросы туризма, там новых направлений, какие-то экспертные может быть конференции, семинары, но это все было про соцсети, потом сегодня уже говорили мы про SEO, SEO-продвижение, то есть SEO-продвижением сайта никто не занимается, и поэтому он довольно плохо отображается в поисковитах. Вот, соответственно, это еще один момент, который надо учесть. Следующее направление это мебельная баннерная реклама, то есть надо разместить имиджевую рекламу, возможно, это даже будут видеоролики, то есть не просто астатичные баннеры, видеоролики, а какие-то красочные, брендированные, которые будут в точность компании, и, соответственно, кратко информировать о продуктах, что они предлагают, и так далее, и тому подобное. Ну, и, соответственно, возвращаясь к работе с сайтом, сайту там все не очень хорошо с обратной связью, то есть там нет связи с заявкой, там нет мессенджер, не ингредиент, то есть клиенту довольно, там клиент предлагается наукр все два варианта, то есть либо позвонить менеджеру, либо оставить форму заявки через мейл, то есть не всем это удобно, не всем это круто, соответственно, надо интегрировать эту форму заявки на сайт, но это уже к вопросу ее зайдемте наверное больше, и соответственно, исходя из этого все делать. ну вот я примерно так себе представляю. А я так понимаю, у вас все-таки бюджеты ограниченные, да? Ну, в принципе, да, о бюджете пока речь не идет, но на самом деле, если был бы бюджет неограниченный, то можно было бы там и оффлайном выплать, не знаю, вот, например, есть такое радио Монте-Карло, оно полностью соответствует нашей целевой аудитории, допустим, например, вот, можно было бы туда рекламу дать, или публикации СМИ, вот как раз там что читает целевая аудитория, там журнал, коммерсант, РБК, Максим и так далее, Космополикум и все остальное. Ну, бюджет, в принципе, ну, поскольку на практике он ограничен, но в теории я могу себе позволить применять, так сказать. Хорошо. Ну, в принципе, начали, так сказать, не очень активно, но потом все-таки раскрыли некоторые параметры, которые я уже собирался уже вам дополнить, то, что вам нужно работать как раз с лидерами мнений, с блогерами, потому что для вас это, в принципе, один из основных инструментов, который лежит на поверхности. тот же самый, если там по максимуму говорить а-ля, не знаю, какой-нибудь Федор Конюхов или ведущий клуба путешественников, который активно рассказывает про разные страны и так далее, создавая совместно с ним на ваших страницах в социальных сетях лайв-трансляции, чтобы он рассказал про какие-то свои путешествия, про какие-то свои продукты, это было бы очень полезно для вас, потому что, насколько я понимаю, у вас основная проблема то, что люди не просто не осведомлены о вашей компании, они даже не попадают просто так сами на ваши источники, на ваш сайт, на ваши какие-то соцсети, если не запускать какую-то, конечно, таргетированную рекламу. в вашем случае нужно озадачиваться тем, чтобы как раз, да, ваш лендинг, ваша страница, ваш сайт был плотно связан со страницами в соцсетях, чтобы было обязательно предложение подписки либо на соцсети, либо подписка на ваш блог, который можно точно так же дублировать и на самом сайте, потому что обращаться в компанию по телефону просто так и пытаться узнать о каком-то дорогостоящем путешествии по телефону, не имея никакого представления о компании и ее возможностях, ее представлении довольно-таки все-таки боязно, я бы сказал. Поэтому чем больше вы расскажете о себе и о путешествиях и создадите блог там, что можно сделать на площадке, а вот уже там первые приехавшие, а вот они занимаются тем-то, а вот прямой эфир, а вот интервью, а вот фоточки, а вот видео и все на эмоциях, люди присоединяйтесь к нам, у нас классно, весело и все остальное и причем делать опять же прямые эфиры в соцсетях и там на фейсбук, на инстаграм, и рассказывать о том, как все это классно, это прям вот основной инструмент, потому что чем больше люди эмоционально заразятся, тем быстрее, соответственно, они станут вашими клиентами, потому что при дорогостоящем продукте и при незнании компании все-таки очень будет медленно все тогда развиваться. Блог нужен на сайте и нужно делать публикации в постоянном режиме в постоянном с тем смыслом, что не постоянно что-то публиковать, а иметь какой-то там график выхода, чтобы люди следили за материалами вашего блога, как за какой-нибудь телепередачей по телевидению, допустим, там, что каждые, не знаю, три дня выходит видеорепортаж, там, с какой-нибудь точки, куда ваша компания может привести и класс, с которым можно классно провести время или каждые там три дня делать интервью с каким-то там представителем тематики самой, да, то есть путешественники, там, дипломаты, там, звезды, возможно, даже не просто там исключительно дорогие какие-то звезды, да, а те, которые являются узкотематическими, например, там, там, какой-нибудь гонщик, какой-нибудь пловец, спортсмен, который там с другой стороны или там он просто путешествует, причем можно, даже не можно, а нужно будет заранее делать видеоанонсы о том, что вот тогда-то, тогда-то на таком-то, таком-то канале, я имею в виду на такой-то странице, там, в соцсети или на таком-то сайте будет там лайф-трансляция, вещание, там, можно будет задать вопросы и активно пообщаться с этим человеком, подписывайтесь на нас, становитесь нашими постоянными клиентами и, соответственно, так у вас будет активно расти тогда ваша подписная база. причем если в блоге это будет подписка электронная на e-mail, да, или там на пуш-уведомления, которые в браузере возникают, так и в соцсетях, когда это происходит уведомление о том, что такая-то страница запустила прямой эфир. Для вас это вот, ну, прям must-have, это нужно прям первоначально сделать, до какого-то там SEO, до там начала там каких-либо там составляющих. не совсем понятно, что вы будете публиковать в Stories, вот, потому что... Ну, вот с этим... Тогда да, это вот Stories хороший инструмент, но он не быстро привлекает внимание. Почему? Потому что Stories это увидят те, опять же, кто уже на вас подписан. А у вас сейчас будет задача, стоит сказать, задача скорее привлечь новую аудиторию. Stories это уже там цепочка касаний, это напоминание о возможностях. В вашем случае это активно наращивать подписную базу. Пока сейчас вот там люди сидят по домам, еще пока сидят, что времени много, им нужно хочется там вовлечься во что-то интересное и, соответственно, активно узнать об этом. При этом вы можете делать, вам нужно делать какой-то копрома, либо с теми, с тем бизнесом, которые есть в точке, куда вы привезете людей, ну, то есть там, гостиницы, какие-то развлекательные места и так далее, чтобы они, например, поработали с вами как бюджетом, чтобы вы, например, делали совместное продвижение, так и в той степени, что вы можете делать совместные трансляции. Вы будете продвигать их, они будут продвигать у вас по своей, например, базе, если у них есть какой-то объем русскоговорящей аудитории. Вот. И делать там совместные трансляции о том, что там вы можете делать совместно, какой у вас есть отдых, там, допустим, либо там чем могут люди поразвлекаться на месте. При этом параллельно, как вы уже сказали, нужно вести конкурсы. Конкурсы могут там быть двух видов. Это могут быть как конкурсы непосредственно у вас на сайте в соцсетях, там, с предоставлением подарков или там скидок, или может быть даже там раз в год или раз в полгода делать розыгрыш прям путевки целиком, чтобы люди активно становились подписчиками, а люди прям любят подобное, потому что вот эти фейковые конкурсы от каких-либо там автопродавцов, например, когда они там якобы подарят одному из подписавшихся какой-нибудь фейковой страницы какой-нибудь Еленваген, таких активностей уже было много и они продолжаются до сих пор. Люди верят в это и надеются, что кто-то им сейчас возможно просто подарит Еленваген просто только за то, что они подпишутся на эту страницу. Вот. Второй вариант конкурсной механики, это может быть ваше сотрудничество с мероприятиями, которые работают на вашу аудиторию. То есть это может быть какой-то там онлайн, ну, если говорить про нынешние времена онлайн-беседа тоже с какой-нибудь звездой у какого-нибудь гольф-клуба или там онлайн-беседа у какого-нибудь тор-оператора или авиакомпании, например. А вы для этого мероприятия можете предоставить свои сертификаты, например, на скидку на 15%, на 10%, указав там соответственно промокода, указав там, допустим, например, отношение колл-трекинга, специальный номер телефона на этом сертификате, чтобы люди могли обращаться в вашу компанию. Указав дополнительную информацию, таким образом вы будете увеличивать осведомленность о вашей компании и будет увеличиваться объем аудитории, который к вашей компании будет приходить. Вот, следующий блок помимо сертификатов, ну, вот, медийка может быть, но как бы даже с использованием программатика, ну, не тот инструмент, который можно там ставить на первое, второе там место, это скорее там вообще практически третье и последнее, куда вы можете заливать бюджет, но оно как бы не особо интересным является. Вот, по таргетингу, вот, вы используете Facebook, Instagram, все-таки, и у вас есть перечень определенный по интересам вашей аудитории. Попробуйте все-таки тестово сделать какую-то промо, например, в том же самом ВКонтакте. У вас есть интересы, у вас есть описание портрета аудитории, можете взять тот же самый Церебра и посмотреть, какие есть группы в соцсети на данные интересы и посмотреть уровень общения, например, спрогнозировать, есть ли среди этой аудитории полезная вам аудитория. Дальше, соответственно, выбрав список групп, в которых эта аудитория присутствует, вы можете вытащить айдишники этой самой аудитории и сделать первоначальную тестовую какое-то рекламное размещение с таргетингом именно на эту аудиторию и посмотреть, как раз есть эффект или нет эффекта. В вашем случае, я думаю, эффект можно будет видеть, точнее, задача будет не в продаже непосредственно какого-то тура, а, например, в увеличении подписок на ваш блог, увеличение просмотров записей ваших репортажей, в подписках на инстаграм, ну и тому подобное. Если эффект будет, то не нужно отказываться просто так от площадки ВКонтакте, потому что считая, что нет вашей необходимой аудитории, все-таки это та площадка, которая охватывает практически всю аудиторию у нас в стране. Если у меня память не изменяет, у них порядка 70 миллионов русскоговорящей аудитории. Вот. Следующий блок, на что нужно обратить внимание. Про скидки проговорили, про Facebook, Instagram, подписка на соцсети. Да, делали ли вы анализ ваших конкурентов? Что делают ваши конкуренты, и причем с анализом тех наиболее активных результативных с виду каких-то размещений, где там много комментариев, много обращений, лайков. Это тоже нужно контролировать, и, естественно, там наиболее лучшие механики копировать к себе. Да, анализ конкурентов я делал, но то, что я заметил, у меня четыре конкурента, проанализировали соцсети, сайты и все остальное. Ну, по контенту я могу сказать следующее, самые лучшие живые отрицы и акции. Первый, где информация в связи с этой ситуацией, да, некоторые публиковали обращения руководства к клиентам, ну, там все в порядке, ребята, мы работаем, все образуется, на связи и так далее, ну, то есть какой-то официальный такой. Вот, и, соответственно, по стилю обращения, там, где нет там концеверизмов, там, формализмов, все написано таким живым языком, но там условное обращение на вы, там все круто. То есть, когда они говорят на языке подписчика, а не какими-то вот этими фразами из рекламных буклетов, то все круто, много лайков, активных, комментик и так далее. Ну, а так, там, в среднем, там, у кого-то там тоже ботов накупил, например, у кого-то там тоже какая-то аудитория, там, большое количество подписчиков, а ER низкий, и ловиченый строже такая себе. Ну, в целом, да, и, соответственно, еще обратил внимание, кто-то там так попал, а у кого-то там прям все в одном стиле сделано, в корпоративном, все прям в цвета, шлиф. Да, это важно, это важно. Выграем и так далее. Ну, конечно, вот здесь над этим надо поработать, потому что графический дизайнер, это я сам. Еще интересный инструмент, который можно сейчас порекомендовать, это сертификаты на будущую покупку, потому что многие компании, и даже, насколько я помню, Facebook даже сам рекомендовал использовать этот инструмент, это сертификат для того, чтобы покупатель мог воспользоваться вашими услугами, но позже, когда снимутся там всякие изоляции, карантины и так далее. то есть он покупает услугу сейчас, платя вам какую-то там определенную сумму, которую вы установите, то есть, но она меньше, чем обычная, да, а воспользоваться может там позже, там, не знаю, через полгода, там, там, через три месяца, через год, там, ну, в зависимости от действия сертификата. И, насколько я знаю, у многих компаний, это инструмент хорошо сработало, это сработало и в образовании в мероприятиях, это сработало и в товарах и в услугах, когда нет возможности сейчас доставить какой-либо товар. Поэтому в вашем случае это тоже можно было попробовать просто предложить вашу аудиторию, вашим подписчикам, что вот, вы можете купить уже сейчас, а воспользоваться когда-то там позже, например, такой билет от срочного действия. Вот, в основном, ну, в принципе, хорошо, дополнить особо пока я ничего не могу. Так, да, хорошо отсмотрен. Хорошо, давайте переходить, давайте переходить дальше. Кто еще у нас смелый? Давайте я. Да, давайте. Да. Конечно, интернет-маркетинг, это, честно скажу, это ахиллесовая пита у меня. Отлично. Поэтому есть над чем наверное работать, да? Так, сейчас я открою. Итак, давайте по порядку. Вот. Сразу могу сказать, что то, что я буду говорить, это абсолютно практическая вещь. Ну, то, что мне нужно будет сделать не только в рамках диплома, а в принципе реализовать в жизни это в реале, не только в дипломе. Сейчас, наконец-то мы вот вчера определились с Замелем, что мы берем двух сотрудников для продвижения, для технической компетенции в регион Урал и в регион Северо-Запад. Вот. Вот буду говорить о целях и задачах по продвижению бренда в регионе, ну, в Уральском федеральном округе. Какие я сформулировал цели по продвижению бренда? Ну, бренд польский, бренд электротехнический, еще раз повторюсь, коллеги мои знают. Я уже не первый раз об этом говорю, наверное, все уже знают, кто чем занимается. Все запомнили. Я вижу следующие цели по продвижению бренда на Урале. Первое, это увеличить узнаваемость бренда. На текущий момент, к сожалению, если мы даже будем говорить об серии экста, это автоматика, бренд Замель на Урале не знают. То есть старт с нуля практически. В Москве еще более-менее, ну, в центральном регионе более-менее узнаваемость бренда среди там разных клиентов она есть. На Урале ее нет. Итак, цель по продвижению номер один, это увеличить узнаваемость бренда. Цель номер два, увеличить рыночную долю, именно рыночную долю реализации бренда. Сейчас она на уровне нуля в Уральском федеральном округе. То есть остальные бренды достаточно широко представлены. АББ, Шнайдер, Легран, Новотек, Меандр, ну и прочие, которые производят подобного рода автоматику. Третье, это увеличение рыночной доли представленности в торговых точках. То есть на сегодняшний день представленность тоже достаточно скудная. Представлено в некоторых магазинах, ну и в компании E-Level, есть филиал компании E-Level в Екатеринбурге, это одна торговая точка, ну плюс оптовые продажи. И в некоторых магазинах компании Электромир. Электромир, это, ну, такой достаточно крупный трейдер в Уральском федеральном округе, крупный трейдер электротехнического оборудования. Четвертое, выход на самоокупаемость сотрудника, который был взят в течение четырех-шести месяцев, потому что это важно. Польша, ну, при отсутствии результатов, да, финансовых, она вряд ли будет более шести месяцев спонсировать сотрудника, если мы будем буксовать. Поэтому это важно, мы должны показать рост продаж бренда в Уральском федеральном округе. Вот, через собственные продажи и левел, либо через продажи партнеров. Пятая цель, это улучшение технических компетенций сотрудников дистрибьюторов данного бренда. Это технические компетенции сотрудников и левела Электромира. И шестая цель, это расширение товарного запаса компании Электромир. Ну, еще раз повторюсь, Электромир имеет много точек продаж, представлено, по-моему, в восьми городах, то есть Уральского федерального округа. Фактически в Электромире, несмотря на партнерские отношения и хорошую связь, оборудование представлено только в двух магазинах. Ну, я вот точное количество магазинов не знаю, я знаю только восемь крупных магазинов у них. Еще по Екатеринбургу, там не в каждом городе один магазин. В некоторых городах есть по нескольку магазинов, как и в Екатеринбурге. То есть сейчас это представлено всего в двух магазинах и очень низкий ассортимент. То есть расширить на все магазины, но здесь опять же все упирается в технические компетенции. Это что касается целей по продвижению бренда в регионах. Целевая аудитория. Ну, в рамках домашнего задания я, конечно, сделал только одних из целевой аудитории. На самом деле целевую аудиторию я делю по принципу, ну, то есть не по возрастно-половым признакам. Вот. Она у меня делится на следующие типы клиентов. Первое это трейдеры, которые в свою очередь делятся на интернет-магазины, то есть исключительно онлайн-трейдеры онлайн-продажи и трейдеры оффлайн, то есть те, которые имеют магазины. Ну, третий вид трейдеров это смешанные, которые там из оффлайна перекочевали частично онлайн, но мы их брать не будем, потому что если мы будем прописывать для трейдеров онлайн и оффлайн стратегии, то понятно, что смешанным трейдерам подойдет микс этих стратегий подвижения. Далее второй тип целевой аудитории это электромонтажники, которые в свою очередь делятся на две подкатегории. Это профессиональные электромонтажники, которые имеют ну, скажем так, свое имя на рынке монтирования электротехнического оборудования, то есть свое имя среди клиентов-потребителей, то есть клиент-потребители понятно, это либо квартиры, либо какие-то профессиональные клиенты, которые заказывают услуги монтажа. И вторая категория это наши друзья из ближнего зарубежья, которые монтируют какое-то оборудование, сами не знают какое, вот, ничего не читают, имени не имеют. Соответственно, прыгают от заказа к заказу, и потребитель их услуг является заказчик, который тоже, скорее всего, ничего не понимает в электрике. в Москве такая доля большая, я не знаю, как в Уральском федеральном округе, то есть в Москве мало профессионалов и много вот таких шабашников, которые делают электрику, при этом сами в ней не разбираются. Ну и так, то есть вторая целевая аудитория это электромонтажники, третий вид целевой аудитории это закупщики предприятий и заводов, которые работают непосредственно, наверное, со своими инженерами, то есть закупщик консультируется всегда с инженером, здесь вот такая целевая аудитория интересная, то есть микс закупщика и инженера, который все-таки закладывает оборудование в проект. Ну предприятие, естественно, для собственных нужд, то есть строятся какие-то цеха и так далее. И четвертая целевая, ну четвертая часть целевой, скажем, еще одна целевая аудитория это непрофессиональные клиенты, частные потребители, которые выбирают оборудование для оснащения домов, квартир, дач и так далее. То есть иногда они отдают это на откуп соответственно электромонтажнику, который советует как выбрать аудиторию. Иногда они все-таки ищут в интернете какие-то интересные решения сами, которые не понимают в электрооборудовании и хотят выбрать какую-то наилучшую марку для себя, наиболее надежную или дешевую или еще что. Вот наверное в целом я описал целевую аудиторию для каждой части целевых клиентов естественно будут разные пути продвижения продукции онлайн, офлайн и так далее. Предлагаю разобрать электромонтажников, потому что это наиболее весомая часть, которая имеет какое-то мнение, имеет представление, то есть это наиболее профессиональные клиенты среди всех клиентов. Михаил, есть ли сейчас уже изначально какая-то градация по аудитории, сколько, какая аудитория является для вас основной, то есть кто является основным закупщиком, это именно электромонтажник, это шабашники, сколько по процентной составляющей, кто является основным закупщиком для вас? Вы знаете, я вот могу только навскидку сказать, то есть подтвержденных данных у меня нет, к диплому я наверное буду где-то выискивать их, вот, пока не знаю где, ну так, знаю где, скажем так, то есть есть компания АББ, Шнайдер, Легран, крупный электротехнический, там можно спросить у директоров по маркетингу, у маркетологов, я думаю, что у них эти данные есть и они мне их расскажут, потому что у нас хорошие и не у меня, а у моей компании, скажем так, то есть я не думаю, что это будет секретом, вот, я думаю, что электромонтажники составляют вот для бренда Замель, опять, если продаж у нас в Уральском федеральном округе ноль, то говорить о статистике продаж Замеля среди разных вот аудиторий не приходится, потому что нет продаж, но я навскидку могу сказать, что электромонтажники будут основной долей ну, то есть основным потребителем продукции компании Замель где-то процентов, наверное, 70 продаж будет идти все-таки электромонтажник. Алло, алло, меня слышно? Да, 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 Михаил, слышно, конечно. Да, это вот по своему опыту, то есть 70 процентов будет, скажем так, идти в канал электромонтажников, профессиональных электромонтажников. По поводу, то есть, соотношение шабашники профессионалы на Урале не знаю, тоже пока не могу сказать какое-то соотношение, я думаю, что там все-таки более склонен рынок к профессионалам, из чего я это понимаю, я участвовал в двух выставках в Екатеринбурге и в Перми, вот, то есть с оборудованием, ну, шабашников там не приходило, хотя они, в принципе, никуда не ходят, профессионалов приходило много, как я понимаю, но все-таки спрос там на профессионалов, не знаю, это пока гипотеза, ее надо подтверждать. Где искать электромонтажников? Ну, буду опять же говорить про профессионалов, потому что, вот, что делать с шабашниками, я пока еще, наверное, никто на электротехническом рынке России никто не придумал, потому что шабашник приходит на объект, вот, говорит, я вам сделаю электрику, клиент соглашается, он идет на рынок и на рынке он выбирает по принципу там самое дешевое, ну, максимум, что он может, знает, в его голове АББ сидит, что автоматы должны быть АББ. Все, больше у него в голове ничего не сидит, поэтому вопрос перед клиентом ставится у шабашника вам АББ или подешевле? Вот, все остальное не имеет никакого значения. Вот, и на них влиять, ну, пока никто не придумал, как им грамотно преподносить материал, в каком виде, вообще, как это должно быть, кто это должен делать. Вот, к сожалению, вот сейчас это, ну, наверное, проблема всех электротехнических компаний. Вот, поэтому в Уральском федеральном округе, вот, я не знаю такое соотношение, но я думаю, что все-таки там преобладают профессионалы, потому что там как-то люди даже технически компетентные, как мне показалось. То есть, участие в выставках в Москве, те клиенты даже, которые подходили, интересовались оборудованием, ну, очень сильно клиенты, вот, даже профессиональные, они отличаются на Урале и в Москве. Это мое такое сугубо наблюдение, да, без цифр. где искать профессионалов электромонтажников. Ну, что, если, как вот вы говорили про маячки, да, это среди, то есть, устанавливать какую-то связь с телефонами среди посетителей офисов продаж крупных трейдеров. регионов. Да, да, хороший вариант. Да, среди участников групп ЭТМ русского света в соцсетях, то есть, они, эти трейдеры занимают все-таки очень большую долю рынка, в том числе и на Урале. Вот, в соцсетях у них есть профессиональное сообщество, ой, если я не ошибаюсь, в русском свете там порядка 70 тысяч подписчиков в ЭТМе, 25, что ли, это я вот только, только одни соцсети смотрел, вот, поэтому, ну, среди, вот, может быть, как-то вытащить их из подписчиков вот этих двух крупных трейдеров в соцсетях. Как вытащить тоже, ну, я не знаю, честно говоря, надо подумать, посмотреть, прочитать. Вот, естественно, воспользоваться клиентской базой торговых партнеров. Торговых партнеров это, как минимум, илевел, потому что илевел единственный дистрибьютор эксклюзивной компании Замиль в России, то есть есть база торговых партнеров илевела, есть база торговых партнеров электромира, они большие, это информация не секретная, то есть, ну, мы можем понять, вот, мы можем найти вот этих профессиональных электромонтажников через вот эти базы. вот у всех крупных трейдеров, ну, таких, как илевел, таких, как Уралэнерго, там есть еще один трейдер-партнер компании илевел, электромира, у них у всех в базе даже есть ранжирование по клиентам, то есть, тип клиента указан, торговый это партнер, электромонтажник, и более-менее это коррелирует. Менеджеры к продажам часто ошибаются, вот, либо специально ставят там, что это не электромонтажник, а торговый партнер, для того, чтобы увеличить уровень скидки, глубину скидки, вот, ну, 80% информации достаточно достоверная. Что из инструментов в онлайн-каналах я вижу для продвижения бренда? Ну, первое, это однозначно создание сайта бренда, потому что на сегодняшний день есть действующий польский сайт, русского сайта нет, то есть, есть перевод, кривой перевод на русский язык польского сайта, там можно щелкнуть русский язык, но мало кто пользуется этим, мало кто туда залезает. Конечно, мы сейчас купили уже три домена, то есть, замяли всего 15 групп продукции, вот, мы пока на три основные группы продукции, на которые мы хотим сделать упор, вот, это автоматика и радиоуправление, там, и Wi-Fi управление, то есть, вот, куплены были домены, вот, для того, чтобы создавать с нуля, в общем-то, сайты продуктоориентированные, то есть, не сайт замель.ru, вот, а сайт прям, там, ну, как сделали конкуренты замель, например, тогда евроавтоматика, вот, у них вот сайт именно прям называется евроавтоматика, мы сейчас хотим тоже назвать, как-то, чтобы это было, больше был сайт связан с автоматикой, да, и показывал не бренд, а показывал назначение продукции, то есть, чтобы сайт сам себя продвигал по назначению продукции. Вот, ну, на сайте, естественно, так как вот у меня, думаю, надеюсь, уже на следующей неделе мы примем штат человека, вот, все будет нормально, вроде всех-все-все устроило, вот, естественно, это будут онлайн-технические консультации, то есть, когда мы этот сайт создадим, пока не создадим, будут какие-то консультации по электронной почте. Далее. Что еще хотим сделать? Вернее, я хочу сделать. Это однозначно блоги со сравнительным обзором оборудования, для чего мне тоже потребуется помощь технического специалиста, потому что блоги с сравнительными характеристиками оборудования — это интересная тема для электромонтажников-профессионалов. То есть электромонтажник... Она не просто интересная, она исключительно важная. Все, кого я знаю в этой теме, они во всех случаях, во всех нестыковках, они сразу лезут в Ютуб и ищут, типа, как что-то сделать, как это исправить, как это настроить, как это привинтить, прикрутить. Видеоролики в Ютубе есть, созданные Польшей, Замелем. Я им уже на совете директоров говорил, что в России, по крайней мере в Москве, их ролики смотреть никто не будет, потому что у них они могут в ролике 10 минут рассказывать, как работает бестабильное реле. То есть, если это ролик, рассчитанный на монтажника-профессионала, ему это вообще не интересно, тем более 8 минут ему интересны просто там особенности реле. Они прекрасно все понимают, как работает бестабильное реле любого производителя, им нужно показать, именно профессиональная аудитория, чем это реле отличается от других таких же реле. То есть, в 8 минут, я вот на Замеле говорил, что никто там в 8-10 минут этот ролик про то, как подключить провода, смотреть не будет. То есть, для конечного пользователя, ну, это специфический продукт, который, я не знаю, ну, может кто-то, очумелые ручки, которые вот единично, прям очень хорошо увлекаются электрикой, да, при этом, опять же, они тоже знают, как работает бестабильное реле, вообще 8 минут много. То есть, как говорится, там, 40 секунд нужно удерживать внимание, поэтому, ну, вот 40-секундный минутный ролик, там, ну, максимум 2 минуты, если это какое-то сложное устройство или там с какими-то техническими особенностями, например, как астрономический программа отравления. Смотрите, да, Михаил, по роликам вы правы, и в то же время есть возможное, так сказать, решение проблемы, уже там давно используют многие его, это если ролик длинный, то вам нужно в описании ролика просто указать, с какой секунды что начинает рассказываться. Там, не знаю, написать, что там с первой секунды, то там, не знаю, 63-й секунды рассказывается вот это, 63-й там вот по этой секунды, там 84-ю рассказывается вот про это, с 84-й там по 5 минут и 30 секунд рассказывается про это, и поставить как раз метки на самом ролике. И тогда люди будут видеть в шкале как раз вот прокрутки ролика вот эти метки, и им будет удобно переходить на тот момент, который их как раз будет интересовать. Так вы, с одной стороны, и решите проблему длинности ролика, а с другой стороны, сам YouTube по всем своим настройкам в первую очередь продвигает ролики длинные, то есть не короткие какие-то там 2-3 минуты, да, а наоборот длинные. Он отдает им предпочтение больше в рекомендациях, то есть когда люди что-то смотрят там дополнительно по этой тематике, то в рекомендации в первую очередь попадут длинные ролики, а не те какие-то там короткие. Потому что это вот эта пресловутая социализация, потому что он считает, что короткие это, ну, что-то такое там маловажное, что-то там неинтересное, поэтому не нужно это показывать. А вот длинные с метками, с разбивкой по времени, он наоборот их будет показывать. И в вашем случае это как раз в решении проблемы. Да, спасибо, очень интересно, я, кстати, вот тут не знал, спасибо. Так, ну что еще, вебинары с демонстрацией оборудования, это я уже вчера проводил, собственно говоря, тоже вещал аудитории, там пытались нагнать с Фейсбука, то есть наш продвиженец, так сказать, в соцсетях, вот пытался вытащить из наших подписчиков, вот, честно говоря, посещаемость была маленькая, 27 человек послушала, но... Неплохая. Не-не-не, из этих 27 человек, человек 20, наверное, был наш сотрудник, как минимум. То есть я там, вот, к сожалению, это заговорился, да, когда проводил вебинар, надо было все-таки скрин сделать, кто там непосредственно участвовал, чтобы вытащить количество клиентов, которые пришли, поэтому, ну, в следующий раз я эту ошибку исправлю. На следующем вебинаре я думаю, что я посчитаю все-таки, насколько эффективно клиенты приходят на такие мероприятия. То есть я рассказывал презентацию, показывал из дома, как работает оборудование, вот, то есть вай-файное управление лестничными подсветками. Но, как продвижение в регионе Урал, да, я, естественно, этот функционал скину на, как технический консультант немножко подучится продукции, я этот функционал ему скину, вот, поэтому я думаю, что выступать будет он, ну, иногда выступать буду я. Но, тем не менее, это мы сейчас используем, ну, вернее, начали использовать. Вот, то есть это было первое мое видеообращение, потому что обычно я вещал в оффлайн-режиме, то есть это, ну, про инструменты в оффлайн-каналах я тоже записал, это региональные выставки, на которые заложим в бюджет технические семинары, бесплатное оснащение оборудованием знаковых объектов, то есть если там какой-то магазин или торговый центр красивый, куда ходят потенциальные покупатели, потребители или некрасивые, или которые уважают электромонтажники, то можно им дать, например, радиоуправление для того, чтобы они, ну, то есть подарить магазину радиоуправление для того, чтобы можно было радиоуправлением замель включать, например, люстры, которые там продаются и висят, да, то есть человек, и профессиональный клиент, и непрофессиональный клиент в любом случае там пощелкает, как включается люстра, при этом он поймет, что она включается неким оборудованием, которая тоже интересна, как работает и где его можно купить. Личные посещения крупных клиентов, это однозначно крупных клиентов-трейдеров. Для того, чтобы объяснять им, что мы делаем для электромонтажников. Потому что у всех электроэлектромонтажников, я повторюсь, электромонтажники стоят в приоритете. Процент точно не знаю, но электромонтажники стоят в приоритете. Выездные мероприятия, это тоже оффлайн-каналы. Наверное, все. По онлайн-каналам я не знаю, что еще придумать. Особенно меня, конечно, я бы всех послушал, что делать с узбеками. Что делать с шабашниками, какие пути оффлайн и онлайн-продвижения, пока я понимаю, что на электротехническом рынке никто ничего не придумал. Непонятная целевая аудитория, хотя она, ну, в Москве очень такую большую массу составляет. Ну, с узбеками вам работать все равно непосредственно на... В точке продаж нужно. Это скорее, в основном, конечно, оффлайн, но там в какой-то степени онлайн. Потому что вы можете делать и кэшбэк, ну, то есть вы покупая... Делать обращение, вы покупаете товар такой-то, вы получаете кэшбэк. Ну, это такая завуалированная система взятки, когда человек, ну, в грубо говоря, тот же самый узбек берет для стройки, берет определенный размер оплаты. Например, там, ему нужно для электротехники потратить, не знаю, 50 тысяч рублей, да. И это официальная стоимость этой самой... всего оборудования. Он приезжает в магазин, он платит эти 50 тысяч рублей, но получает кэшбэк в виде, там, какой-нибудь специальной предоплаченной карточки, на которой лежит, не знаю, там, 10% от этой суммы. Ну, вот такой завуалированный кэшбэк. Либо этот кэшбэк можно потратить на, там, покупку чего-то другого, допустим, там. Ну, то есть таким образом, во-первых, вы можете этих людей завести в свою программу лояльности, то есть для того, чтобы эти самые пресловутые узбеки могли... были бы у вас под контролем, вы можете им делать предложение, что для того, чтобы получить этот самый кэшбэк, вам нужно зарегистрироваться, вам нужно оставить свои контактные данные, как минимум, там, номер телефона хотя бы, да, имя и номер телефона. Он оставляет свое имя, номер телефона, таким образом вы уже получаете эту аудиторию в свое управление. Вы можете делать по ней рекламный таргетинг, вы можете делать рассылки, вы можете, там, делать опросы, звонить, там, напрямую. Ну, то есть человек уже вам под контролем становится. А кэшбэк для ней, для этой аудитории, он, конечно же, очень интересный. Если они могут сэкономить, причем легально, какой-то бюджет, то, конечно, не будут отказываться. Таким образом, вы сразу быстро вычлените эту аудиторию из всех, из всей аудитории покупателей. В остальном, как таковых инструментов для вас в диджитал, в онлайне их очень много. Это, опять же, тоже самое пиар, потому что пока вы не создадите вот эту пресловутую узнаваемость, осведомленность, причем у вас скорее неузнаваемость, нужно увеличивать, то есть там не сравнение, не знаю, из четырех брендов, что нужно узнать ваш бренд и понять, чем вы занимаетесь, или там сказать, вот эта компания, она занимается там электротехникой. А в вашем случае, скорее, осведомленность нужно увеличивать, чем занимается ваша компания, какие услуги вообще, какие товары у вас у вас есть. Чем выше осведомленность, тем лучше подтягивается как раз ее узнаваемость потом. Я здесь, я прошу прощения, перебью, потому что еще раз, я занимаюсь продвижением одного польского бренда в крупной электротехнической компании. То есть чем занимается компания и известность компании в регионе, она есть. А вот бренд, который я продвигаю, известности его нет. Поэтому E-Level, как компания-трейдер, как эксклюзивный дистрибьютор, она только площадка. Известная площадка, одна из площадок, то есть для повышения узнаваемости все-таки бренда. Компанию трейдера знают, а бренд не знают. Вот в чем проблема. Это уже проблема такая уже материнская компания получается. Вот. Так, про аудиторию, в принципе, понятно, вы ее расписали относительно подробно, но смотрите, как определить эту аудиторию на месте еще можно. У вас уже есть, вот вы говорили, вы участвовали в разных мероприятиях, и к вам подходили люди с необходимых регионов. У вас должны быть как раз контакты этих людей. Вы можете провести маркетинговый опрос просто по этой самой аудитории. попросить их ответить на несколько, на десяток вопросов, какими сми они на месте пользуются, откуда они узнают профессиональную информацию, как они следят, какая информация их интересует и так далее. И эту информацию сможете скоррелировать на всю остальную аудиторию. Вы будете понимать, где искать вам всех остальных. При этом, как таковых площадок для коммуникации, их тоже много, да, вот вы говорите, вот эти шабашники, профессионалы там и так далее. То есть я сам по себе там профессиональный дачник, поэтому пользуюсь регулярно разными источниками. Там тот же самый форум-хаус, который является, наверное, одним из основных, одной из основных площадок в строительстве и управлении там малоэтажного строительства, малоэтажного жилья. там как раз вопросы электротехники и многих других поднимаются постоянно и в профессионалах там много, которые приходят, рассказывают, как что настраивать, как что застраивать, как что использовать и как чинить и так далее. Вот надо перебью, потому что мне как техподдержка, правда, Замили мне тоже не ответил, техподдержкой пока занимаюсь я по стоку-поскоку, потому что это, наверное, один процент моей работы, больше я не могу уделить на техподдержку. Что знаю, рассказываю, что нет, поэтому сотрудников взяли, слава богу, у нас это двинется куда-то. Я к чему говорил, если вот так профессиональный датчик, дачник, эта площадка даже уже сразу мне интересна, можете мне там скинуть ссылочку, потому что очень много поступает запросов про управление котлами на даче. Да, очень много, их техподдержки, я у них спрашивал, но они такие ребята неспешные, то есть хоть и торгуют 60 стран мира, но у них так все размеренно, они там техподдержку закинули вопрос, через 5 дней пришел ответ, а клиент уже купил. Вот, специфика работы такая. Поэтому оперативно делать и вот пропиарить управление котлами, потому что решений на самом деле нет. Особенно GSM управление и там радиоуправление, сценарное управление, либо это система KNX, которая стоит за 300 тысяч и выше. На Замеле это собрать можно за полтинник, даже меньше. Вот, что за площадка, напишите тогда, если не сложно. Хорошо, и площадка как бы достаточно популярна. И издания, в общем-то, в этой теме тоже. Это там и идеи вашего дома, и там, не знаю, как там, ваш сад, ваша дача. И различных изданий много, где можно публиковать, начиная просто на этих, на сайтах этих изданий информацию о вашей продукции, о возможности новинки, рассказывать, рассказывать об использовании, рассказывать, как она использовалась в той или иной там, не знаю, там, в строительстве, в строительстве того или иного известного здания, например, там, да, или там, не знаю, подсветка, какого-нибудь там проекта тоже известного. Вот эти все кейсы, они рассказываются людям всегда интересно и профессионалам интересно. А вот сделано, как это сделано, вот что при этом использовалось, там, не знаю, какая проводка была, какие переключатели и все остальное. На этих сайтах есть, опять же, форумы и свои лидеры мнений, которых можно точно так же использовать для вас, которых можно премировать за то, что они будут рассказывать про вашу продукцию. То есть, для стандартной работы с блогерами, если блогер делает свой нативный пост с рассказом о вашей продукции, о том, как она используется, например, или как она была использована, вы можете премировать его либо той же самой продукцией, либо денежной, либо там, бонусно, как-либо еще. Потому что там, вот если говорить про другую польскую компанию, которая приблизительно в подобном положении, но с другой, на другом рынке она работает. Это компания «Белла», которая занимается женскими прокладками, детскими подгузниками и медицинской продукцией для взрослых. Это, ну, повторюсь, польская компания, но у них ситуация такая же. У них долгое время там был просто русифицированный иностранный сайт, опять же, польский, страшный, корявый и так далее. Не было никакого представительства в соцсетях и тому подобное. И вот у них как раз ситуация точно такая же была. Но они вот в плане награждения лидеров мнений и своих партнеров как раз использовали мероприятия и возможность, например, путешествий. То есть за определенный там уровень продаж, за определенный там взаимодействие они награждали там путевками в ту же самую Польшу или приглашали на какие-то мероприятия, которые они у себя в Польше проводили. То есть они оплачивали выезд из России, оплачивают даже и сейчас выезд из России к себе в Польшу для того, чтобы там поучаствовать в каких-то местных мероприятиях, получить награды, потусоваться, отдохнуть и так далее. Я тоже вводил клиентов в мае 19-го года. То есть у меня была акция «Рождество в Польше», которая в 18-м году, которую все клиенты разом завалили. Вот я им продлил, в итоге смягчил условия, в итоге поехали в мае. Конечно, клиенты были довольны, но, честно говоря, эффект от этой акции, то есть потрачено денег намного больше, чем все-таки. Но зато у меня есть замечательные фотографии, которые можем там походить по Уральскому федеральному округу и всем клиентам показывать. Будете хорошо работать, будет вот вам эпидемия, и мясо. И это как раз относится к тому, с чего, Соня, сегодня как раз беседу начали, с построением CGM, с построением вот этой карты взаимодействия с клиентами, не всегда понятно будет, откуда человек узнал про вашу компанию. А он может узнать как раз из того, что вот его знакомый ездил туда-то там, классно отдохнул, потому что он был клиентом компании, и он там хорошо сделал закупку, например, или помог в закупке. И здесь точно так же вы можете работать даже не только с клиентами, вы можете работать именно с лидерами мнений, которые будут вас продвигать, и вы будете видеть эффективность от этого блогера, от этого там профессионала, который публикует свои посты либо там на каком-то форуме, либо на соцмедийной площадке, либо просто в соцсетях и так далее. Вот. Дальше. Мероприятие. Вы уже сказали, что вы проводите вебинары, проводите как для сотрудников, так и для клиентов. По идее, вы можете, ну вот как вот в данном случае мы сейчас общаемся на платформе Zoom, здесь есть возможность просто расширить экран в Facebook или в YouTube и сделать просто лайв-трансляции. И Facebook, и YouTube сам при этом еще и продвигает всесторонние трансляции, которые идут в живом эфире. То есть он в рекомендациях говорит, что вот там вот та компания, или тот человек, который по интересам похож на вас или там подходит для вас, у них сейчас трансляция. Хотите ли вы посмотреть? Ну, то есть уведомление возникает. А в YouTube в том же самом есть в рекомендациях точно так же, что вот у такой вот компания есть, например, сейчас трансляция, можно зайти посмотреть. Да, вы не получите напрямую данных того, кто вас просмотрит там, но если трансляция будет интересной, то естественно, он может на вас потом подписаться либо в соцсетях, либо там отправить запрос к вам, если у вас есть, будет блог на сайте, либо сделать обращение в компанию, если его что-то заинтересует, ну и так далее. То есть он, ему станет интереснее. Вот. По, опять же, мерчендайзингу. В вашем случае, работая на новом рынке, вы можете делать там постоянно различные конкурсы, промо, промокоды для того, чтобы вашу продукцию активно продвигать у ритейлеров. Потому что это основной вопрос, почему ритейл, например, неактивно может быть продвигает ваш товар. Потому что весь ритейл всегда заинтересован в промо-условиях от поставщиков. Потому что если есть там, вот если сравнивать, не знаю, бренд, не знаю, там под рельем ураган и бренд там, не знаю, какой-нибудь там еще какой-нибудь, да, и у одного бренда будут промо-условия, а у другого не будет. Естественно, ритейл заинтересован в увеличении продаж, объема продаж, и он будет продвигать тот бренд, у которого есть сейчас промо-условия. И он будет получать нахраду за то, что он продает этот товар усиленно. Мы с этими войнами сталкивались еще со времен Евгения Чичваркина, который активно в Евросети использовал этот инструмент. Потому что если там LG, например, в свое время активно платил за объем продаж своей продукции, то, грубо говоря, с полок убиралось все куда-нибудь в самый низ, а на самый верх стоялись там телефоны LG или там Моторола, как в то время, когда она еще там жива была, или там Самсунг, и постоянно вот эти были небольшие микровойны, которые продвигали эти или иные бренды. Почему? Потому что ритейл заинтересован продвигать то, что сейчас с хорошими промо-условиями. Естественно, он будет это продвигать, ему это нужно, важно и полезно. И в вашем случае нужно отслеживать как раз по ритейлу точно так же. Если вы уже контактируете с ритейлом, вы говорите, ребят, вот у нас есть промо-условия, давайте на своих сайтах в ваших рассылках вы будете рекламировать нас, да. Потому что, например, там такой магазин, как 220 вольт, меня там каждый день присылает какие-то там промо-коды, какие-то там постоянные скидки, какие-то там постоянные предложения, и там периодично я так или иначе отзываюсь на эти предложения. Если же вы с этим ритейлом еще не работаете, вы можете к ним заходить точно так же. Ребят, давайте мы с вами там, не знаю, на какой-то период времени вот разработали промо-компанию для выхода в ваш ритейл, мы будем не просто у вас в линейке продаж присутствовать, мы еще вам будем параллельно развивать ваши продажи своими промо-условиями. Потому что аудитория будет видеть, что вот в этом магазине есть промо-компания, есть специальные какие-то скидки, а вот в том магазине нету. Поэтому пойду-ка я в этот магазин. Поэтому магазинам будет выгоднее. Причем, опять же, это в оффлайне и в онлайне работает. Опять же, что у нас еще? Про YouTube. Ну, на YouTube вы уже сказали, что вы выкладываете материалы различные и, если говорить, опять же, про шабашников. Как их отслеживать? Не только шабашников, но и профессионалов. Все они ходят, опять же, по выставкам и по различным площадкам. Всех их можно отслеживать Wi-Fi трекерами и Bluetooth-маячками. И причем отслеживать их можно как на строительных рынках, их можно отслеживать там в крупных строительных магазинах. Главное, чтобы там был большой поток. Потому что там все маячки, они, ну, не очень хорошо работают с маленьким объемом. Там 100, 200, там 500 человек это не сработает. Нужен хороший объем, чтобы там был хороший поток участников. Опять же, то же самое, как и при мероприятиях. Если это какой-то там небольшой мероприятий на 50 человек, то вам просто девочками, промоутерами проще охватить этих людей. Как в онлайне, так и в оффлайне, например. Если в онлайне, то вы можете буквально написать каждому личные сообщения, а если в оффлайне, то подойти к каждому. А вот на крупных мероприятиях, да, здесь уже проще охватывать различным техническим приспособлением для этого. Еще один момент, который связан, опять же, то, с чего я начал рассказывать вам, это вот, когда вы людей стараетесь завести в свою программу лояльности и получить их контакты. Можно создать не только программу лояльности, но и эдакий, назовем это, обучающий центр, если у вас еще его нет, конечно, да, потому что все там электротехнические специалисты, они имеют там какую-то разрядность своей категории, там, электро, грубо говоря, электромонтер, там, третьего разряда, четвертого разряда. А в вашем случае вы можете тоже составить определенную разрядность уровня качества этого специалиста. Так вы сможете сделать предложение профессионалам и шабашникам о том, что у них появится, мы назовем это, с одной стороны, филькина грамота, которая просто выдается, а с другой стороны документ, который они смогут своим клиентам показывать, что вот я сертифицированный специалист от компании Зимель, я вот прям вот классный, у их клиентов в своей очереди это будет вызывать определенное чувство доверия, он сертифицированный, он реально специалист в электротехнике, клево. А вы, собирая вот этих профессионалов и шабашников, причем даже узбеков тех же самых, они тоже будут заинтересованы иметь вот такой документ, возможно, даже, который вы будете по почте потом отправлять с синей печатью учебного центра с подписью, все такое, где вы удостоверяете, что этот человек прошел обучение по использованию вашей продукции и они тоже будут всем его показывать, хвалиться и так далее. Здесь увеличивается объем взаимодействия еще и с друзьями, конкурентами этого самого профессионала или шабашника и увеличивается объем знания в среде клиентской аудитории, которая пользуется их условиями. А вы можете использовать для обучения как раз... Я забыл об этом. Да. Хотя сам у меня два диплома, я сейчас... Программа лояльности у меня выдачи сертификатов, торговые партнеры любят, чтобы у них висел сертификат субдилерства. До технических семинаров я еще пока не дошел, я говорю, вот два человека появились, я сейчас себе тоже записал, чтобы не забыть об этом обязательно будем. Спасибо, что напомнили, да, обязательно будем, как делают... То есть у меня вот Дэвиш есть сертификат, у меня есть сертификат ДКС, у меня где-то был сертификат теплолюкса, крамера. Ну вот это вот... До курса приходишь, то есть, ну, вроде как вендор обучает, вот, и выдает вот эту вот замечательную, красивую бумажку. Да-да-да, надо этот инструмент внедрить, как только... Вот, и это опять же, это важно же, опять же, не только для ритейла, чтобы у них на стене что-то висело, да, а вот эти все профессионалы и шабашники, они будут у себя там, не знаю, на юду там, или на проферу, или там где-либо еще, где они публикуют свои аккаунты, да, они будут указывать там, строчью, что я сертифицированный специалист компании Зимель, что вот у меня есть вот сертификат, и таким образом еще больше узнаваемость вашего бренда будет расти, люди будут видеть, он Зимель, пойду почитаю, что за Зимель, подойдет ли это мне, вот, и вот этот костяк, он вот будет расти, а постепенно вы этих самых специалистов сможете переводить в разряд уже лидеров мнений, то есть если вы будете видеть, что человек не просто встал, вот он получил бумажку от вас, да, он еще и активно закупает вашу продукцию, возможно, даже там через ваш специализированный интернет-магазин, если он есть, то он, соответственно, еще и начинает промоутировать вашу продукцию, он говорит, что вот я не только сертифицированный, я еще вот продаю вот эту продукцию, и вы можете его еще и потом награждать за это, да, то есть он продвигает вас на рынке, вот, вот в принципе то, что можно как раз донести, ну и опять же, да, вы правильно сказали, что сайт должен быть адекватным, там, наполненный нормальной информацией, потому что у всех есть свои, у всех аудиторий есть свои привычки в отношении сайтов, потому что если сравнивать, там, российский сайт с сайтом, не знаю, со штатов или там с европейским сайтом, то сразу видно различие, да, потому что если там, это в основном какой-то там текстовый формат в основном, да, то у нас все-таки это картинки, это видео, это какая-то, возможно, даже анимация, вставка, ну, чтобы было прям, что называется, глазу приятно, вот, а европейский и штатовский сайты, они такие более куцые, более там, как это называть, текстовые все-таки, да, поэтому нужно это выкладывать, ну, и вебинары вы, опять же, на сайт можете выкладывать, все инструкции, и все это будет, вот, влиять на SEO, если человек в поисковике будет там искать вопросы про электротехнику, то он, сайт будет выдаваться, опять же, ваш, по тому или иному запросу, потому что, грубо говоря, если, если видео было там, как настроить, не знаю, там, переходники, какие-то там зимбель, или там просто электротехнические переходники, то Яндекс может отбрасывать бренд и выдавать ваше видео как раз по этому запросу, потому что он будет максимально подходить, ну, то есть, вот, с этим. Да, извините, перебью, пока не забыл, тоже хотел сказать, ну, в качестве вот SEO администрирования, что я вижу, я некоторые, на некоторых товарах даже изменяю, если есть возможность изменить упаковку, изменяя название самого товара, чтобы индексировалось, ну, то есть, вот, например, последний раз я писал в Польшу на русский язык, ну, чтобы они переводили только с моей, ну, после моей проверки на русский язык название оборудования, потому что есть управление, допустим, рольставнями, рулетами, вот, ну, или жалюзи, да, вот, что наиболее популярно, в принципе, то есть элементы управления одно и то же, но оказывается, что в поисковике одна, я вот сейчас не помню, какая фраза, я письмо это отправил, могу там, в принципе, найти, вот, что там управление рольставнями, это намного чаще ищут, что там, чем управление жалюзи. Да, ворсстат, ваше все, и там через ворсстат можно как раз отслеживать. Ну, то есть, как лодку назовешь, так как корабль назовешь, так он и поплывет, да, вот, поэтому даже название вот здесь имеет большое значение, когда люди будут в онлайне искать какой-то товар. Так, хорошо, что мы еще не прошли. Ну, и опять же, можно добавить, что те же самые мероприятия, все пиар-активности вы можете публиковать в местных СМИ, и таким образом узнаваемость будет точно так же расти. Вот, плюс прайс-агрегаторы, с которыми в регионе тоже можно работать, плюс рассылщики, которые там есть в местные мероприятия, где можно встраиваться, которые там участвуют, предоставлять свою продукцию для каких-то конкурсов, которые происходят у тех или иных компаний. Потому что, вот, насколько я знаю, что сейчас некоторые строительные рынки московские, перед перезапуском своего открытия, с момента, как им разрешили открыться, они проводили даже специальные конкурсы, чтобы увеличить, привлечь аудиторию к себе, увеличить объем продаж, и как раз предлагали к розыгрышу различную продукцию от тех брендов, которые на их рынках представлены. Ну вот, представляя свою продукцию для розыгрышев на подобных конкурсах, ваша узнаваемость тоже растет. И востребованность, самое главное, в вашем случае, при выходе в новый регион, у вас скорее на первом месте не работа с ритейлом, который есть на месте, у вас скорее на первом месте создание востребованности вашей продукции, чтобы сам ритейл к вам обратился. Потому что, если местные профессионалы, там, шабашники и так далее, будут приходить в ритейл и говорить, вот мы хотим продукцию замель, ритейл сам будет, спрашивает и спрашивает, спрашивает и спрашивает, давайте мы закупим замель. Я, честно говоря, не думаю, что здесь пул стратегии, она, мне кажется, она будет очень затратна, на самом деле. Если бы замель производил автоматы, которые стоят в каждом доме, к сожалению, они вот как раз автоматы и не производят. Они производят такие уже там ограничители мощности, ну, скажем, заморочки. Вот если бы у них, как у Шнайдера, были и автоматы, было бы намного проще пул стратегию реализовывать. Все-таки, наверное, она, конечно, смешанная будет, пул-пуш, вот, но пуш, наверное, все-таки процентов 80-90 будет занимать. Чтобы внедрить на полке, обучить продавцов, пул-стратегия, да, 10% нужны, но я думаю, что вот соотношение такое, ну, как мне видится, да, то есть конечным потребителям, чтобы они создавали спросный продукт, ну, процентов 10 внимания уделять. Ну, мне так кажется, не знаю. Хорошо, понятно. Если потом отсмотреть заново там обе трансляции, то, соответственно, если придут какие-то новые идеи, то будет хорошо, если вы их сможете интегрировать в свой план. Давайте переходить к следующему абитуриенту. Да, большое спасибо. Вам, Михаил, тоже спасибо за активность. Кто у нас будет следующий? Мария? Можно я? Да, давайте. Так, секунду. У меня направление промышленное оборудование, литьевые машины для переработки пластмасс. и расскажу я, что у нас уже делается в интернете и что бы хотелось улучшить и что добавить. Цели и задачи в разрезе интернет-маркетинга. Первое, это повысить лояльность бренда, то есть работать с теми представителями аудитории, которые у нас уже слышали или являются нашими клиентами. И цель номер два, это привлечь новых покупателей. И это я сказала... Мария, да, извините. Вот как раз хотел еще в предыдущем параметре, в предыдущем выступлении сказать, смотрите, говоря, что нужно увеличить узнаваемость, что увеличить там рыночную долю или увеличить там продажи, всегда нужно подходить к этим составляющим конкретизированно. Насколько увеличить, на каком рынке увеличить, среди какой аудитории увеличить. Это вам все это потребуется для того, чтобы понимать, как вы будете всего это достигнуть. Потому что одно дело сказать, что давайте увеличим аудиторию и даже давайте увеличим на 20%. А вот когда вы понимаете, в какой аудитории, в каком сегменте вам нужно увеличить, сразу же в принципе чаще всего уже само придет в голову на что нужно использовать и, соответственно, как достичь этой аудитории. Поэтому при постановке цели всегда нужно конкретизировать. То есть, например, что касается новых заказчиков, это сколько мы можем привлечь, скажем, в течение года у заказчиков из интернета. То есть, не просто в течение года, но и, соответственно, каких составляющих. Вот я, в принципе, переработка пластмасс. С моей точки зрения, это что? Это там, не знаю, например, какие-то переработка мусора, да? То есть, те, кто там собирают на перевалочных базах? на самом деле переработка пластмасса имеется в виду лечио изделий из пластмасса. Это совершенно другое, то есть, не вторичная переработка. То есть, это производство изделий из пластика совершенно любых пределах. Вот, то есть, это компании, которые занимаются непосредственно производством каких-то компонентов или уже готовых изделий. Вот, ну, да, то есть, можно поставить цель в плане новых покупателей там, я не знаю, пять, то есть, назвать какую-то цифру там, пять. Вот, и здесь, опять же, и здесь, опять же, еще больше конкретизировать, то нужно понимать там, с какого рынка покупатели придут, да, потому что вот из моего опыта, когда мы занимались там, игрушками, да, то есть, мы понимали, что вот, кто у нас есть конкуренты, какие у нас блоки. Так и у вас, в принципе. Есть там производитель игрушек, есть там производитель там какой-то электро, электро оборудование, например, которое тоже использует пластмассу, есть там, соответственно, автопроизводители и другие, те, кто занимает, использует тоже пластмассу. Вот и вам случай, то есть, нужно увеличить узнаваемость, увеличить продажи не просто там на 20%, а опять же увеличить продажи на 20% среди вот такой-то, такой-то аудитории на таком-то, таком-то рынке. Вот, и сразу же становится понятно, какие инструменты и каналы для этого можно использовать. Я поняла, то есть, у нас как раз есть в компании разделение вот на эти направления, это литье автомобильных компонентов, медицинских изделий, техническое литье, так называемое, куда как раз игрушки входят. Да, и мы вот берем эти наши выделенные области и говорим, что там с этого, допустим, у нас есть самая популярная отрасль, это там техническое литье, то есть, это, собственно, все, что не важно в остальные, там игрушки, какие-то бытовые изделия, там, допустим, обычно это наши основные заказчики из этой области, потому как она еще достаточно широкая, то есть, мы говорим, что там столько клиентов, допустим, три максимум там в год, я думаю, ну, это хорошие реально цифры, придут оттуда-то, там, парочку из, два клиента в год наша цель из автокомпонентов, ну, вот, да, так, так, в принципе, может выглядеть наша цель. по этим основным нашим управлением. Так, дальше, портрет целевой аудитории, где ее искать, ну, это лицо, принимающее решение в предприятии, мужчина от 30 до 60 лет, либо сотрудник, который озадачен поиском нового оборудования, либо расширением производства. Я выделяю эту целевую аудиторию, как бы, вижу ее отдельно от тех, кто планирует свой бизнес и не курсит даже, что такие изделия можно производить на таких машинах, на своей машине, то есть на этом оборудовании. То есть люди, которые никогда не слышали про литье, не знают, как можно преуспеть на этом поприще, но могли бы получить ощутимую пользу, вот, закупив такое оборудование. То есть бизнесмены или инвесторы, которые планируют сделать инвестиции. Мне не совсем понятно, где искать. То есть мы сейчас говорим об интернете, соответственно, эти люди, которые посещают интернет, в первую очередь мы говорим, даже не в первую очередь, мы говорим здесь о поисковиках, либо о еще специальных порталах, с которыми мы уже работаем. Вот, что касается где искать целевую аудиторию в интернете, то, что сейчас коллеги мои рассказывали как раз оффлайн, способы, где найти аудиторию. То есть где искать это в интернете на специальных сайтах либо сайтах поисковиках. Ну, смотрите, у вас по идее получается здесь немножко обратная схема, просто если у коллег это обработка трафика существующего, то вам нужно наоборот сначала создать этот трафик. И у вас он очень локальный, то есть ограниченный. Это не какие-то там десятки, сотни людей. у вас немножко по-другому, то есть да, вам нужно работать не только с поисковиками, это понятно, а со специализированными площадками у вас работа будет немножко тоже в другом ключе этого, то есть у вас там не с лидерами мнения, не с размещением какого-то там контента, у вас немножко другое. Но я это тогда дорасскажу сейчас чуть позже, а вы пока закончите. Да, в каких каналах работать? Соответственно, отраслевые порталы. Есть сайты, которые посвящены лечию теле из пластмасс, либо есть сайты, посвященные определенным направлениям, с которыми мы работаем, как лечил автокомпонентов, медицинских изделий, упаковки. Далее наш сайт. Вот здесь тоже я хотела бы уже позже, наверное, вам задать вопрос. У нас есть сайт главной компании, переведен. Это пока что моя боль и тот момент, где мы боремся, потому как отдельно создать нам свою страничку, даже какую-то небольшую в виде лендинг пейдж, того же не дают. И мы работаем с тем, что у нас есть, то есть это .com slash ru, глобальный сайт, потому как наша материнская компания за глобальный подход, то есть мы предлагаем единое качество по всему миру, и все это выглядит у нас едино в любой точке земного шара. значит есть глобальный сайт, на котором своя русская страничка, но в плане подачи информации там все нормально, то есть я слежу за правильностью перевода, и в принципе там есть довольно-таки интересные информации для тех, кто интересуется оборудованием либо нашим оборудованием. То есть следующий канал это поисковики продвижения этого сайта в интернете, в смысле в поисковиках. Далее в планах создать сообщество в социальной сети, в настоящий момент есть своя страничка в соцсети у материнской компании, мы когда уже на курсе по социальным сетям обсуждали этот вопрос, мне подумалось как раз создать специальное сообщество, пусть оно будет посвящено определенной теме, с которой мы непосредственно здесь работаем, это сервис, у нас еще есть большая команда по обслуживанию этих летевых машин, и можно сказать, что самое лучшее в нашей области, то есть люди с большим опытом и очень большой штат наладчиков. Далее канал email direct mail это то, что я делаю каждый месяц информационные рассылки. это скорее можно назвать инструментом, мы далее плавно переходим к инструментам, какими инструментами это все достигается. Интернет рассылки непосредственно по нашей базе, в базу входят как заинтересованные лица, так и уже существующие клиенты. Сюда мы включаем различные новости, планируем мероприятия, приглашаем в том числе на эти мероприятия заинтересованных лиц и также различные статьи, то есть такую техническую информацию, которая как раз очень требуется людям в нашей области и мы как раз сотрудничаем с журналами с людьми, которые разбираются в именно технологиях лития пластмасс и на сайтах наших отраслевых порталов, на своем сайте и в интернет рассылках как раз размещаем эти статьи. дали к инструментам баннерная реклама как раз на специальных порталах по Личью. также пиар 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 опять же на нашем сайте мы размещаем различную информационную различные информационные материалы и на отраслевых порталах, то есть там часто выходят наши новости в Австрии по всему миру у нас австрийская компания достаточно много разных событий то они участвуют в инициативах по переработке упаковки по разным странам реализуются различные интересные проекты то есть в принципе информации довольно много и она интересна в плане опыта как раз для наших производств в России либо опять же технические статьи и новости по каким-то нашим мероприятиям сейчас мы как раз стали заниматься вебинарами вот в ближайшее время пройдет вебинар как раз разработали его в наших текущих условиях потому как у нас есть еще обучающий центр даже два в Москве и Петербурге соответственно последние месяцы там ничего не проводится и был разработан ряд вебинаров которые мы как раз в ближайшее время планируем провести в планах у меня продвижение в поисковиках с этим мы пока только начинаем работать ну это вообще отдельная история как я понимаю нужно как следует сюда проработать в плане ключевых слов и так далее также что касается различных направлений можно использовать лендинг пейджи специальные для конкретных направлений например мы уже пытались продвигать не в интернете а в оффлайне какие-то конкретные темы прямо узко специализированные например литье фитингов там есть достаточно большой спрос то есть фитинги это соединение для труб и вот они как раз производятся методом литья подавления ну вот пример примерно так это сейчас выглядит и примерно так я вижу какие-то новые шаги в плане интернет-маркетинга у нас хорошо ну в принципе даже там практически добавить особо нечего все у вас в этом плане хорошо хоть там мы говорили что интернет-маркетинга практически нет но он у вас как я уже говорил обратная схема то есть у вас не работают с совходящим трафиком вам нужно создавать именно там создавать этот трафик и работа не скорее не с товаром а построением бренда чтобы люди обращались к вам не как просто к компании которая создает инструментарий по переработке пластмасс а как бренду которые известны которые профессиональны которые качественные и так далее а это все уже создается как раз именно всем что вы рассказывали там это мероприятие и участие в сторонних мероприятиях это и комментарии для СМИ и публикование публикации там различных статей и так далее и создание персонального брендинга чтобы люди знали представителей вашей компании и там у них росло доверие компании почему вы видели что вот там работает такой-то такой-то человек он так-то так-то комментирует он рассказывает про продукцию он рассказывает про ее возможности он прекрасно осведомлен о всем этом и поэтому компании можно доверять говорили что вроде бы нет возможности создания сайта но вот в конце сказали что все-таки можно использовать какие-то лендинги лендинги в принципе те же самые сайты но просто они там немножко с уменьшенной функциональностью которые есть в вашем случае можно как раз активно использовать этот инструмент продвигая его как с помощью SEO так и с помощью различных там медийных компаний контекстных компаний по интернету вполне это будет для вас то же самое как использование обыкновенного сайта смотрите а вот сразу вопрос по технической части что касается продвижения сайта я правильно понимаю что если у нас сайт это страничка глобальной структуры которая находится вся где-то там в Австрии в таком случае продвижение в том же Яндексе оно собственно проблематично и осуществляется сложнее нежели когда это хостинг российский и там нет вот этих бесконечных слэшей структуры смотрите от от хостинга продвижение не зависит это во-первых во-вторых наличие слэшей да конечно это важно но в том случае если человек вручную набирает то есть если он вручную набирает то конечно ему это сложно и там проблематично а если это продвижение с помощью рекламы то человек это будет ну как бы не особо заметно там соответственно есть там слэши в ссылке нет слэши и он придет непосредственно на ту страницу на которую его приведут а именно SEO который не с помощью рекламы а вот как это называется натуральное какое-то там слово если говорить про SEO то соответственно раньше буквально там года полтора два назад поисковики не очень хорошо воспринимали ленды потому что ну это одностраничники или там две страницы и как-то они их не очень переваривали сейчас уже время прошло для них они точно такие же сайты как и все остальные например мы на своем рынке мероприятий у нас по каждому мероприятию свой отдельный ленд и они прекрасно индексируются всеми поисковиками и прекрасно показываются причем подхватываются достаточно быстро смотрите и здесь для этого есть прекрасный инструмент например если говорить про русскоязычный рынок в основном опять же есть вебмастер яндекс.ру куда заходишь указываешь регистрируешь этот сайт указываешь сайт лэнда лендинга именно указываешь все его данные указываешь гиграфическую принадлежность указываешь контакты указываешь там все подробности там очень много параметров и все яндекс там в тот же день этот сайт выводит в поиск и сразу же он показывается это вообще как бы не влияет сейчас то есть в общем правильно что лендинг пейдж это будет для нас решение потому как мы хотим больше показывать то что мы здесь предлагаем в России а не загружать вот те информации которые сейчас на глобальном сайте там просто открываешь этот сайт и сразу видишь вот эти вот например их темы любимые по циркулярной экономикой то есть в принципе у нас пока здесь еще к нам не дошел этот тренд да вот на западе активно продвигается экология там вторичная переработка и вот они сразу естественно этот баннер там размещают а мы как бы хотим сказать что вот мы здесь в России у нас такой замечательный сервис и у нас куча проектов уже реализована здесь и вот такие же ваши соседи там работают с нашим оборудованием это не какой-то там космос то есть правильное решение здесь создать свою маленькую страничку смотрите ну во-первых экологию я тоже не стал бы отбрасывать она у нас со стороны тоже популярнее с каждым днем во-вторых вы находитесь приблизительно в той же плоскости что и тот же самый гигант Microsoft да у которого есть основной сайт на котором там какое-то безумное количество всяких составляющих страниц но при этом в своих компаниях на российском рынке у них опять же безумное количество своих лэндов которые прям вот имеют отдельные адреса именно лэндов да именно лэнды то есть под каждую там компанию под каждую не знаю там промо под каждый там не знаю товар могут создавать отдельные лэнды и спокойно без проблем там заниматься этим причем с этого лэнда можно да перейти на основной сайт ну чтобы увидеть принадлежность да но там вот с основного сайта повернуться уже на лэнд это уже проблематично потому что там тупо на основном сайте уже не найдешь это сложно потому что очень много на одну страницу там на главную или там на вторую страницу не выведешь все составляющие которые хочется показать вот но при этом да извините а при этом основной сайт он тоже будет на русском и содержать информацию о нашем представительстве да и собственно является переводной страничкой вот того что у них есть для разных стран да и причем в принципе я не знаю настроен это или нет у вас еще хотелось бы тогда если возможно не настроено попросить ваших коллег чтобы на западном сайте была настроена автоматическая выдача русскоговорящей аудитории русскоговорящей версии сайта если айпишник приходящего посетителя именно русский да это есть вот это отличный инструмент чтобы сразу там человек не мучился не искал там особенно если например вот как в предыдущем там выступлении например про польский да приходишь на сайт польского сайта на сайт польской компании и все и там пытаешься понять куда тебе кликнуть как тебе найти русскоговорящую русскоязычную версию это проблематично когда настроен по айпишнику то это вообще прекрасно вот так что ленды да это замечательный прекрасный инструмент который можно использовать если у вас материнская компания это разрешает то в путь конечно же дальше какой из вариаций то есть при работе например со СМИ хороший инструмент для вас будет интервью то есть не только статьи там с новостями да опубликовать а интервью потому что всех профессионалов весь рынок всегда интересует там вкуснятина что там что интересного то что как там у кого какие новости кто чем занимается конкретно не просто там вот компания выпустила новую там пластмассодробилку на рынок и так далее вот у нее есть такие технические характеристики это конечно важно это нужно а вот то что узнать там о чем там компания живет там это интересно всем поковыряться поузнавать и так далее А мы, да, извините, делали интервью больше с нашими заказчиками в России. То есть для наших людей вот важно посмотреть, что здесь это все не где-то там на Западе в загнивающем капиталистическом мире происходит, а вот наши родные люди льют пластмассу на западных станках. Да, и тоже очень интересный опыт, где приводятся цифры, и люди восторженный отзыв оставляют, то есть говорят, что это просто там космический корабль, что там суперпроизводительность, отличные энергосбережения. А вы про интервью имели в виду представителей наших компаний? И компаний, и клиентов. Что конкретно было у нас. И компаний, и клиентов. Вот. Дальше, соответственно, про рекламу, про медийную рекламу. Смотрите, здесь у вас она в двух вариациях. Первая, конечно, там можно напрямую с каким-то потаоем договариваться, размещать там медийку. Это можно, можно попытаться через программатик, что будет сложнее, потому что у вас все-таки аудитория поменьше. У вас, скорее, все-таки придется напрямую. Но один из, наверное, с моей точки зрения важнейших инструментов продвижения для вас, для вас, вот, например, тоже для предыдущих выступлений, это LinkedIn. Потому что, зная портрет аудитории, зная, в каких компаниях приблизительно могут работать люди, там прекрасно можно заходить и просто приглашать всех этих людей к себе в контакты. Потом собирать, выдергивать оттуда их электронные адреса, потому что у всех это открыто в LinkedIn. Заходишь в их контакты, там их и номер телефона, и их e-mail. И дальше можно спокойно делать как раз таргетированную рекламу и в контексте, и в медийке. Причем не только на специализированных ресурсах, да, а используя собранную базу контактов, номеров, телефонов и e-mail. Догонять свою аудиторию вообще везде. И на, там, не знаю, на развлекательных сайтах, и в соцсетях, и везде-везде. Потому что для вас это будет вот прям тот инструмент, который прям догоняет вашу аудиторию постоянно. А базу вы будете пополнять из всех источников. Из опросов, из мероприятий, из прямых обращений, из личных контактов и так далее. Базов должно постоянно собираться, складываться в CRM, и потом из CRM выкачиваться в рекламных таргетингах. А на LinkedIn сейчас спокойно можно зайти? Ну, через VPN всегда спокойно. Я каждый день туда захожу. Вот, у меня порядка там... То есть там не сократилась аудитория? Нет, нет. За счет того, что... Нет. Потому что это, как бы сказать, как бы никак не крути, как бы там Минтруд не обещал какую-то свою гениальную супер-пупер площадку а-ля LinkedIn, естественно, все прекрасно понимают, что площадка, она профессиональная, такого уровня, она одна. И все как продолжали, так и ей продолжают пользоваться. Ну, естественно, VPN приходится подключать. Вот, каждый раз. У меня порядка там 17 тысяч, наверное, уже 18 тысяч контактов. И вот сколько я за аудиторией слежу, она особо-то не уменьшается, она только растет. Вот. И по живости, если сравнивать с обычной базой контактов, да, которая по статистике в среднем умирает где-то процентов на 30, ну, то есть вот есть там база, не знаю, имейлов, то согласно компании, которая занимается директ-мейлом, база умирает на 30 процентов. Ну, там, человек сменил работу, электронный адрес умер. Там человек, там, перешел, там, не знаю, приехал в другой регион, электронный адрес умер, или там его контакты умерли, и все. То есть у тебя нет большего контакта. А здесь есть прекрасная возможность, что человек перешел на другое место работы, ты получил об этом уведомление, ты зашел в его настройки, смотришь, а он изменил электронный адрес, потому что он использовал, там, не знаю, почту на собачка Microsoft, а теперь у него собачка, не знаю, там, Mail.ru стала, да, он раз, ты нужен, значит, у себя в базе тоже изменить, потому что человек изменил контакты. Вот. И дальше уже, собрав весь этот огромный объем контактов, это все можно использовать в таргетинге. И так вы прям вот персонализированно можете делать предложения рассылками, рекламой и так далее. И постоянно наращивать необходимую аудиторию. То есть это вот... Скажите, а вот подкованность аудитории в интернет, собственно, теме, как здесь влияет? Например, если я своему руководителю скажу про VPN и LinkedIn, он как бы не поймет вообще, что происходит, о чем речь. Смотрите, здесь тоже очень просто. Не обязательно самому руководителю присутствовать в компании. Потому что во многих случаях страницы есть... Эти люди на заводах, да, вообще владеют. А, люди-то, люди на заводах, конечно, владеют. Люди владеют, владели и пользуются им до сих пор. И точно так же и, там, не знаю, второй вариант – это использование ВКонтакте. То есть если уж он не дошел до LinkedIn, то во ВКонтакте он в любом случае... Он там киношки смотрит, он там, знаю, общается, еще там что-то там делает. И используя Церебра и подобные сервисы, можно выдергивать айдишники этой аудитории и тоже сделать на них таргетированные компании. А учитывая, что ВКонтакте благополучно в свое время продался Mail.ru, то выдернув айдишник пользователей из ВКонтакте, вы можете таргетировать рекламу не только на него в самом ВКонтакте, вы можете таргетировать ее и на других площадках. Там, на то же самое, в Mail.ru, Одноклассников, в почте Mail.ru и тому подобное. Ну вот, так что вот, в принципе, что можно посоветовать. А, да, почему я про лендинги тоже все еще заговорил. Ну, в вашем случае, я думаю, очень важен быстрый ответ. Потому что, если человек пришел на сайт, его заинтересовала какая-то там тематика, какое-то оборудование, и у него в любом случае возникнут те или иные вопросы. Нельзя этот вопрос оставлять, назовем так, на самотек. Нельзя оставлять на то, что, на надежду, что он сам зайдет в ВКонтакте, сам к вам обратится и ему когда-то ответят. Там, не знаю, через день, да, или там, дай бог, в тот же день, если это рабочий день. А в вашем случае на лендинге очень полезно повесить или чат-бот, или доступ к мессенджеру, то есть через окошко. То есть человек зашел, он сразу задал свой вопрос, и ему сразу пришел ответ от представителя вашей компании, у которого есть специальное приложение на мобильном телефоне. То есть можно определить там одного, двух, не знаю, трех сотрудников, сотрудников, у которых есть доступ к этому приложению, которые видят сразу же в онлайн-режиме пришедшие уведомления, причем, может быть, даже в нерабочее время, да, что человек зашел, оставил какой-то запрос, и вы сразу подхватываете этого человека, уходит на это там, ну, не знаю, 5-10 минут лишнего времени. Идеально, если этот ответ происходит сразу, там, типа там, человек задал вопрос, ему раз через минуту уже ответили сразу же. Он такой, ну, клево, это профессиональная компания, они быстро отвечают, с ними можно иметь дело. Вот это на лендингах тоже очень полезно и важно сделать. В принципе, да, у нас не проблема с тем, чтобы оперативно отвечать. У нас как раз есть горячая линия, которую мы рекламировали как работающим 24 на 7. Вообще отлично. По сервису больше. То есть, да, мы в свое время сделали подобные в аутсорс-колл-центре, который работал просто только с телефоном, то есть это горячая линия, куда можно было позвонить, да. А мы на этих же операторов на тот период времени, когда они свободны, ну, нет звонков, да, они еще обслуживали при этом как раз вот подобные чаты. То есть, если приходит какой-то запрос, то они отвечали не только по телефону, они отвечали еще и через чат. Потому что по факту это та же самая работа, те же самые вопросы, но просто там они волосом, а тут они текстом отвечают. И так все контакты не терялись, очень быстро обрабатывались. Есть еще один инструмент, который, в принципе, можно использовать. Он не очень, его одобряет Яндекс, не очень к нему хорошо, наверное, в какой-то степени относятся люди, но тут, что называется, вам шашечки или ехать. Называется want result. Его система работает приблизительно так. Человек зашел на сайт, специальный код, который стоит на этом сайте, видит этого посетителя, определяет его, cookies определяет данные его компьютера, его устройства, и, соответственно, идет во ВКонтакте. И через API определяет, есть ли этот человек в рубрике во ВКонтакте. Если он есть, то из ВКонтакте выдергивается его номер телефона, и дальше уже у вас есть возможность позвонить сразу же этому человеку. То есть он зашел просто на сайт к вам, он просто прочитал статью, он просто прочитал, не знаю, какие-то новости, оборудование и так далее. Да, так жестко. Он в теории даже не ожидает никакого звонка, но он, например, зашел и не сделал никакого действия. Он не обратился, не написал, не заказал, ничего не сделал, да? А вы можете, скажем, через минуту, через две перезвонить, здравствуйте, вот вы сейчас к нам на сайт заходили, можем ли вам чем-то там помочь? Мы можем ли вам что-то там рассказать? И тут, с одной стороны, может появиться негатив, типа, откуда вы узнали мой номер телефона? Потому что он же не оставлял его для вас. А с другой стороны, ну, опять же, тут либо шашечки, либо ехать. Если оборудование дорогое, и стоимость продажи высокая, то как бы негатив, возможно, есть, но если продажа получится, то продажа получится. Вот. Поэтому вот тоже такой инструмент. Либо использовать, либо… Want, как хотеть. Want result. Да, want result. Вот. Это в свое время выходцы из пресловутой бизнес-молодости. Один из тех сервисов, который, что называется, взлетел и заработал, но использование его всегда остается на совести человека. Ну, в общем, это не добросовестное такое дело. И ты видишь тех людей, чьи телефоны ты выдергиваешь? Да, конечно. Вот. А, в смысле, визуально, через камеру или еще как-то? Нет. Нет. Прежде чем позвонить, собственно, можно понять, что это не левый какой-то человек. А, ну, конечно, вы знаете, что этот человек зашел, и знаете его приблизительно, там, портрет из ВКонтакте, и понимаете, принимаете решение уже. Вот. Есть другой, ну, более уже такой легальный и простой способ, я думаю, все с ним сталкивались, это когда человек заходит на сайт, и ему возникает уведомление, там, сверху или там в ВКонтакте, предложение подписаться. Либо на пуш-уведомления, которые приходят через браузер, либо уж там подписаться через там рассылку или еще как-то. Ну, это такой попроще вариант, легальный, немножко раздражает, но все к нему привыкли. Это тоже важный инструмент. Австрия, кстати, подходит очень тщательно к теме разрешения на обработку личной информации, там это прямо карается законами. В Европе есть пресловутый ГДПР, да, это жестко ограничено, и в России, в принципе, тоже требуется подтверждение от человека на то, что вы собираете его кокис, вот, ну, потому что там, если это западный, так сказать, трафик, и он у вас имеет большой какой-то объем на сайте, то вам нужно собирать с этих людей разрешение о сборе информации о них. Но, так как мы, опять же, в России, и так как по российскому законодательству разрешение не требуется пока, то тут нужно принимать решение. Если у вас большой объем западного иностранного трафика, тогда, да, вам нужно вешать вот это вот окошечко о том, что, там, согласны ли вы, чтобы мы обрабатывали ваши данные. Если же у вас такого трафика нет, или он минимальный, там, не знаю, там, 5%, ну, честно говоря, ну, начхать, ну, значит, не повезло. Но в вашем случае, учитывая, что основной сайт все-таки иностранный, да, то вот это вот окошечко о том, что человек должен согласиться на обработку его данных, оно должно быть с этим сложнее. Сейчас, да, на ваших лендингах. На ваших лендингах. Не обязательно. Да, это, конечно, не обязательно. Сейчас, более того, поскольку рассылки происходят через Австрию, то есть есть специальный обученный человек, который нажимает кнопку «Отправить», составить план рассылки, который я уже подготовила, там они заставляют, чтобы люди получали тоже определенное письмо и заполняли форму на сайте, которую они подтверждают использование имейла. Да, да. В целях этой рассылки. Да. И в этом есть как раз тоже вот такой нюанс. Мы проходили момент, что система рассылок есть российские, есть система рассылок иностранные. Вот все иностранные системы рассылки, они очень сейчас пунктуально, как это сказать, скрупулезно относятся к вопросу сбора данных. То есть если ты не докажешь, что данные этот электронного адреса для тобой получены легально или человек самостоятельно подписался на твою рассылку, то тебе, сколько бы ты за рассылщик не заплатил, они тебе аккаунт просто закроют и все. И не сможешь больше отправлять. Да, есть такое. Поэтому там либо использовать какой-то свой рассылщик, настроенный на своем сервере, либо использует какую-то российскую систему, где саппорту гораздо легче донести информацию, откуда собрана информация. Ну, то есть как-то так. Есть еще, в принципе, другой вариант, такой средний, который можно использовать, и который используют, так сказать, западные эксперты, которые пишут книги про email-маркетинг, о том, что когда вы соберете какие-то данные о людях, там, email-ы, да, например, там, с мероприятий, или там, в личных контактах и так далее, если человек первоначально не подписывался на вашу рассылку, вы все равно можете сделать рассылку, первую, одну, но в этой рассылке должно быть как раз предложение подписаться на вашу какую-то там постоянную рассылку. Если он согласится, значит, вы ему можете постоянно ссылать что-то там, и все скажут, вот, он подписался, вот, все нормально. Ну, а если не подписался, то не подписался. Да, мы как раз так делали, только там человек должен был заполнить форму, поставить галочки, что, в принципе, мне кажется, довольно-таки, может, показаться трудоемким для кого-то, кто не очень вообще хотел это почему-то получить. Да, для русскоязычного рынка это пока довольно тяжело, хлопотно, и человеку проще отписаться и забыть. Вот, поэтому есть ближайшие несколько лет с этим проблемы. Начинаешь в соцсетях писать, люди говорят спам. Начинаешь имейлы писать, люди говорят спам. Начинаешь там активно рекламу размещать, люди говорят спам. А когда они захотят что-то купить, они не могут вспомнить компанию, у которой они что-то хотели купить, потому что они сами от всего отписались. Поэтому, да, есть такая проблема. Посмотрим, как с этим рынок справится. Пока чистого ответа на это нет, приходится мучиться со всеми нюансами, которые существуют. Вот. И что еще можно про рассылки сделать, про рассылки сказать, опять же, что в вашем случае, что про компанию Замель. Смотрите, теоретически вы не можете делать рассылки через какие-то западные рассылщики. Почему? Потому что ваши, потому что персональные данные людей должны храниться на русских серверах, на территории России. Когда вы делаете рассылку через западный рассылщик, там, через MailChimp, там, например, или там через, не знаю, YetResponse, или там еще кого-то, вы таким образом базу перекладываете туда, на иностранные сервера. И в данном случае происходит нарушение законодательства. Если вдруг Роскомнадзор или там кто-то там захочет возбудиться на вашу компанию, то, соответственно, в данном случае ему будет за что зацепиться. Потому что будет обработка российских данных на иностранном сервере без согласия на то, соответственно, ну и так далее. То есть это как бы является нарушением законодательства. Даже сама СРМ-ка работает, получается, незаконно. Да, если используется СРМ, например, там, как он, Salesforce, например, да, и в нем хранятся данные ваших клиентов, это, наверное, является нарушением законодательства. Да, так всегда было у нас. Вот, все данные должны... Интересно. Все данные должны храниться на территории Российской Федерации. Почему, например, не знаю, видели вы в новостях, что сейчас там Роскомнадзор выставил... Да, 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 вот недавно Роскомнадзор возбудился на Твиттер и Фейсбук. И там Басманный суд им первый штраф выписал, то, что они хранят данные российских пользователей у себя в стране. И сейчас уже второй раз там, типа, уже пальчиком постукивают. Ну, там, если первый раз Твиттер заплатил штраф в 3000 рублей, то есть у тебя штраф... Там несколько миллионов, да. 4 миллиона рублей, а следующий штраф будет 18 миллионов рублей. Ну, это, соответственно, как бы... Ну, задается мне что-то Фейсбуку решение вот этого самого суда, как-то они очень его интересуют. Ну, пока у них нет ни российского офиса и нет ни российского приемщика денег, то им не страшно это. Вот. Также, но их-то точно не заблокируют, и до них-то дотянуться тяжело, а вот для российской компании, которая использует данные своих клиентов и хранит их за рубежом, особенно, если это компания крупная, то при не дай бог какой-то проверке, не дай бог вдруг какой-то наезд или еще чего-либо, то если это будет довольно большая возможность штрафа, большого штрафа, да, то Роскомнадзор не применит вот такой возможности, чтобы эту компанию не штрафануть. Такие кейсы есть, такие кейсы уже случались, это не что-то там возможное, это такое уже есть, это присутствует. Пусть очень в маленьком, мизерном размере относительно всего рынка, но это возможно. А почему же тогда вообще делаются эти CRM-ки, рассчитанные на разные рынки? Вот у нас есть глобальная система, где по всем странам просто вводится информация. Смотрите, здесь есть финтушами, что называется, например, если говорить про хостеров, то есть площадки, где располагаются сайты, сервера и так далее. Есть, например, FastVPS, который является иностранной компанией, если не ошибаюсь, они находятся в Эстонии, и весь объем самых различных сайтов, он в общем-то хранится на площадках там, в Эстонии. Но при этом у них открыто русскоязычное лицо, юридическое лицо в Питере, они присутствуют там, и как бы там, так сказать, по документам, располагая свой сайт у FastVPS, у юридического лица, подписывая договор с российским юридическим лицом, что вы располагаете у него там свой сайт, то юридически ваши данные хранятся в России. Все прекрасно понимают, что фактически, естественно, они физически лежат там, в Эстонии, но юридически они лежат здесь, придраться не к чему. Также и с некоторыми СРМ. Если есть юридическое лицо российское, которое есть в наличии, и у вас подписан с ним договор о том, что якобы все ваши данные хранятся у них, например, там тот же самый российский GetResponse, да, они сидят вон на Краснопрестинской набережной, мы с ними постоянные партнеры, это юридическое лицо в России, на самом деле это польская компания, и все рассылки идут, конечно, через польские сервера, но юридическое лицо есть в России, все хорошо, все законодательно соблюдено, якобы все данные хранятся здесь, вот такой вот финтушами. если у какой-то СРМ, у какого-то рассылщика, или там у какой-то системы, ну вот опять же то же самое в Facebook, в России нет юридического лица, которое физически нельзя штрафануть, как вдруг захочется Роскомнадзору, то здесь происходит нарушение законодательства, потому что здесь ни физические, ни юридические ваши данные уплыли туда, вы нарушаете, вот так. Туда может пожаловаться теоретически какой-то разъяренный потенциальный клиент, которому его звонили. Да, да, которому вдруг что-то там в голову приспичит, и он скажет, а вот мне там мои данные хранят вот там, они вот ай-яй-яй, накажите их и так далее. Ну и все возможно. Интересно. Так, хорошо. С Марией мы обсудили. Да, спасибо большое, очень интересно. Да, спасибо. У нас осталась Айлита и Екатерина. Коллеги. Ну так готовы. Айлита. Пусть Айлита. Да, ну да иди, Катя, я вас всех уже слушаю, я буду последней. Давай, Катя, иди. Хорошо. Так, сейчас. В общем, компания, в которой я работаю, она владеет собственным сантехническим брендом, реализует несколько товарных групп, и в этих товарных группах большой ассортимент товарных позиций. Собственно, продажи в основном оптовые, с розничным потребителем компании не настроены работать, и цель у компании, вот, по крайней мере, на этот год, она финансовая, и она звучит как увеличение объема продаж на порядка обычно 30% ежемесячно относительно показателей месяцев в прошлом году. То есть, они вот таким образом это высчитывают, они берут там, не знаю, июль 2019-го, смотрят, сколько было продано продукции в денежном эквиваленте, и просто накидывают 30%, и говорят, что в июле 2020-го года мы будем продавать, ну, вот столько. Соответственно, цель маркетинга, учитывая вот эти контексты, она в увеличении тяги в каналах продаж, то есть, по большому счету, нужно простимулировать розницу, чтобы они шли к магазинам, спрашивали там, собственно, нашу продукцию, и чтобы продать магазин, охотнее ее закупали. Задачи вот в этой связи, это популяризация бренда, формирование положительных ассоциаций с брендом у физических лиц, которые думают о покупке сантехники, а что еще важно, сантехника это товар очень длительного пользования, то есть, он покупается один раз, пользуется им лет там 10, и приобретается он как бы не по зову души, а, так скажем, по случаю в основном ремонт или собственно ремонт или что-то сломалось, ну, не такого, как с платьем, например, хотел купил. вот, и собственно, так, задачу первую я озвучила, что нужно сделать бренд более популярным и сформировать положительное отношение потребителя, повысить доверие к бренду через устранение потребительской безграмотности, потому что товарные группы это душевые углы, душевые поддоны, товар специфичный, потому что у нас в России как бы люди привыкли пользоваться ваннами в основном, вот, ваннами при этом мы, собственно, не торгуем и не собираемся, вот. Дальше одна из задач это формирование профессионального сообщества лояльных к бренду специалистов, которые не являются потребителем этого товара, но так или иначе влияют на принятие решения о приобретении этого товара и как бы о этих специалистах я расскажу там подробнее при, когда буду рассказывать про аудиторию. И как бы последняя задача это формирование профессионального сообщества лояльных к бренду продавцов, потому что поскольку мы реализуем наш товар через посредников, через магазины, то нам важно, чтобы продавцы вот этих розничных магазинов хотели продавать наш товар, потому что покупатель в вопросах сантехники, в вопросах вообще по большому счету любых строительных материалов, он в том числе и смотрит на мнение, на настрой продавца, который продает, он рассчитывает на экспертность продавца. Пола аудитория, она как бы делится если крупными мазками на три большие группы, это потребители, потребители в сантехнике бывают B2C физические лица, B2B, это организации, которые используют сантехнику, например, это могут быть гостиницы, больницы, но больницы это больше 2G, и как бы с ними сложнее, потому что у нас товар не тот, который используется в муниципальных и государственных учреждениях, потому что там совершенно другие поддоны, не металлические, и, собственно, поэтому с тендерами у нас ничего не вышло. Так, значит, вторая группа большая, это аудитории, это специалисты, собственно, которые влияют на принятие решения потребителям. Это архитекторы, это дизайнеры, это сантехники, которые занимаются установкой, собственно, оборудования. и третья группа аудитории, это каналы продаж наших. В этой группе они делятся на руководителей и продавцов, то есть нам нужно взаимодействовать как с руководителями, это одно направление, руководители магазинов, которые занимаются продажей, которые принимают решения о закупке, вот того или иного, тех или иных товарных групп для своего ассортимента в магазине и, собственно, продавцы, которые занимаются реализацией. Оборудование, сантехники, в общем, в этом магазине. Где их всех искать? Ну, собственно, потребителей мы ищем в различных тематических группах, посвященных ремонту, дизайну интерьера, посвященных, это люди, у которых встал вопрос ремонта, и, соответственно, они где-то там тусуются, они собирают информацию о том, где что продается, какие решения есть сейчас современные для тех или иных вопросов. Это поисковые запросы в интернете, они там такого информационного характера, ну, например, там, собственно, бывают, ищут, там, чем один душевой угол отличается от другого. Также можно выцепить потенциальных потребителей в группах, вновь построенных жилых комплексов, в сообществах типа «Сделай своими руками», на каких-то порталах, посвященных ремонту, строительству, я смотрела, там, довольно активно люди между собой обсуждают, там, а как смонтировать это, как смонтировать то, причем видно, что это не профессиональные установщики, а видно, что это муж купил поддон, и теперь он пытается сообразить, как его там при помощи четырех кирпичей и какой-то матери установить себе в плане, в данную комнату, кстати, потом они приходят к нам все с рекламациями, потому что устанавливают неправильно, и у них все ломается, вот, я как юрист с этим работаю, мне уже тоже забавно порой бывает, когда табуретку ставят в поддон, выламывают слив, и потом говорят, что у вас плохой поддон, ну, типа вот как-то все было грустно с ним, вот, значит, специалистов, которые влияют на принятие решения, можно найти также на порталах тематических, можно найти их на сайтах для вдохновения, а-ля Pinterest, в общем, там, например, присутствуются дизайнеры интерьеров, можно просто банальным поиском по сети, то есть, тех же архитекторов я искала просто в интернете, как бы, по сайту, можно собрать их там в контакты и тоже с ними выстроить, в общем, взаимодействие, вот, а руководители и продавцы, то есть, вот, эти товарищи обитают в нашей базе клиентов и, собственно, с ними выстраивают взаимодействие с уже существующими нашими клиентами. Каналы, в каких, как бы, планируют, вернее, каналы, в которых работать, ну, на данном этапе на самом деле работа интернет-маркетинг, он, выстроен, ну, слабовато, делаются имейлы-рассылки по существующей клиентской базе, я недавно подписалась на эту рассылку, чтобы посмотреть, что вообще шлют людям, ну, немножко обалдела, можно сказать, потому что это кошмар, я бы, ну, не стала в свой магазин заводить этот бренд, хотя, вот, тем не менее, мы работаем, достаточно успешная компания, даже с такими email-рассылками, ну, возможно, их просто никто не читает, вот, как бы, есть вот такой вариант, также у компании есть сайт, сайтом занимается отдельный человек, отдельный специалист, сайт формата интернет-магазина, он ориентирован на, там, там представлены розничные цены, то есть он, как бы, при том, что компания не настроена работать с розницей, ну, таким образом, она, во-первых, выравнивает ценовую политику по России, потому что бренд представлен в разных регионах, вот, ну, и опять же, этим сайтом удобно пользоваться нашим продавцам розничным, которые торгуют, собственно, в розничном магазине, у кого нет своего собственного сайта. также компания завела канал на ютубе, но, собственно, туда особо ничего не размещала, там, может быть, пять или шесть видео есть качество так себе. Компания есть в соцсетях, инстаграм, вконтакте, фейсбук, ну, опять же, тоже это ведется из-под коленки, без энтузиазма, из позиции, ну, просто, чтобы было. Вот. Дают рекламу на, ну, собственно, из инструментов используются сейчас только рекламу в фейсбуке, в инстаграме, вот, собственно, на этом все. По-моему, бывает еще запускают какие-то рекламные кампании в Яндекс.Директе, вот, и, в общем, этим удовольствуются. То есть там, как бы, есть установка от руководства, ну, вот 10 тысяч рублей в месяц, и там, в общем, ни в чем себе не отказывайте. Вот, что, как бы, на мой взгляд, представляется сделать необходимым? Во-первых, завести блок, у компании, сейчас он ведется во вкладке новости на сайте, пытаюсь я туда что-то писать, вот, но это должно быть, это должен быть профессиональный контент, то есть там нужно брать уже какую-то конкретную техническую информацию об установках, о том, что может быть интересно монтажникам, что может быть интересно продавцам, то есть разный контент разного направления. Продавцам мы будем рассказывать, как продавать нашу продукцию, давать им какие-то инструменты для продажи нашей продукции, о том, как им взаимодействовать со своими покупателями. Установщикам их нужно обучать, давать им сертификаты, им нужно какую-то вот больше техническую информацию. потребителям нужно рассказывать о том, как выбрать, как установить, как выбрать подрядчика для установки, например, то есть опять же можно их зациклить с теми, кто прошел у нас обучение и говорить о том, что вот у нас есть там банда специально обученных людей. вот, как бы работают, ну, непочатый край здесь по части интернет-маркетинга, потому что она особо-то, в общем-то, попытки и есть, но толком ее никто и не ведет. Вот, поэтому такая вот история. Это все, 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 что возможно, да? Ну, нет, конечно. Можно, можно все, можно много чего, просто, когда нет ничего, что бы ты ни сделал, это будет лучше, чем то, что уже было. Начала бы я с работы над блогом компании, над тем, чтобы привести в порядок рассылки у компании и привела бы в порядок, собственно, социальные сети этой компании. Правильно. Ну, например, по чей же самой рассылке, если она делается в одном формате, как мы сегодня обсуждали, стоит сделать и АБ-тестирование, посмотреть, какой контент лучше срабатывает, на какую аудиторию. Нужно и подключить всю статистику, как, какой кликрейт, насколько хорошо она кликабельная, насколько ее хорошо открывает, насколько ее прочитывают полностью, не полностью, удаляют ли ее, или ее оставляют в почте, чтобы там возвращаться периодично к ней, чтобы там была полезная информация. То есть, статистику тоже там нужно оформить. Если говорить про соцсети, да, это нужно, но тут как бы пришла мысль, что вы говорите, что в блоге можно публиковать исключительно профессиональную какую-то информацию, то есть, какие-то инструкции, как там настраивать, как это использовать и так далее, попробуйте, ну, можно попробовать по крайней мере, что разнообразить этот контент не напрямую, как бы сказать, аффилированным с вашим профилем. То есть, это может быть и контент, который будет вызывать эмоции. То есть, человек, как можно отдыхать, вот там, как люди провели отдых. Ну, как пример, можно посмотреть различные нативные посты у различных звезд, о том, что там, как вот мы провели отдых, там, допустим, там, в какой-то туристической поездке, и какая там классная сантехника была, и там, вот мы провели там отдых в джакузи, с шампанским и так далее. Чтобы связка была в подобных материалах не прям вот в лоб, что вот техника, вот сантехника, вот берите, используйте, вот она такая-то, вот она фаянсовая, вот она керамика, вот у нее такие фитиля и так далее, а чтобы контент вызывал эмоции. То есть, блок может быть, он не исключительно технический, а может быть просто приятный. Вот как пример можно посмотреть, как в свое время Тинькофф банк создал свой пресловутый Тинькофф журнал. У них все статьи, все материалы, которые там есть, они вот не прям вот в лоб, пользуйтесь нашими услугами, или вот наши там кредиты самые быстрые, или вот там наш банк самый безопасный, да, у них материалы все, они опосредованы, то есть они на близкую тематику, они на нужную аудиторию, но они вызывают желание подумать, желание рассмотреть, оценить, прикинуть, а не взять вот прям раз и сразу пользоваться. То есть контент может быть не исключительно вот такой технический, это вот как предложение. По формированию продавцов, ну вот тоже там по предыдущим выступлениям говорили, есть различные схемы мотивирования, мотивации продавцов в продаже вашей продукции, да, формирование аудиторий, да, ничего не сказали про конкурсные какие-то механики, потому что использование различных промо-кодов, QR-кодов, размещение их в различных медиа, где там достаточно сфоткать, чтобы перейти на сайт, на лендинг вашей компании с конкурсным каким-то там с розыгрышем чего-либо, или там фоточки, опять же, фото-конкурсы опосредованные, как самое неожиданное использование, не знаю, сантехники, например, или там фоточка на самое дурацкое использование, потому что вот вы привели пример, как вам поставили табуретку в поддон, да, бред, ну, бред, да, но прикольный же, и такого бреда наверняка много, пусть люди поделятся своим бредом, можно устроить фото-конкурс на эту тему, и таким образом можно этот прям раздел озаглавить, как не нужно делать, и люди с одной стороны будут заходить там, в соцсети, в альбомы, группы, смотреть дурацкие фоточки, развлекаться, комментировать и так далее, а ваши специалисты могут говорить, что вот так не нужно, нужно было бы сделать вот так-то, а произошло бы вот так-то, нужно подкрутить было вот здесь, а для этого есть наше оборудование, ну, то есть выводить людей вот прямо на продажу, а еще есть интересный вариант использовать не просто соцсети, а использовать там систему а-ля там бренд-аналитикс и тому подобное, юскан, например, отслеживая в соцсетях посты людей, которые они писали про сантехнику, о том, что типа вот у меня там, не знаю, там кран сломался, да, отследив в соцсети по этим ключевым словам этот пост, представитель вашей компании в свою очередь может прийти и сказать, что вот у вас кран сломался, вот рассмотрите, вот у нас интернет-магазин, мы ему купите сейчас, доставим уже завтра, вот, можно там из профи-ру, не знаю, позвать установщика, ну, то есть это будет такой быстрый фидбэк. Как пример, можно видеть, как работают операторы связи, да, там человек написал, например, не знаю, про мегафон, что вот мегафон, паразиты, у меня воруют деньги, там то-то-то, у меня там, не знаю, там симка стоит в радиоуправляемых воротах, и она вдруг подписалась на какие-то там платные подписки у мегафона, и раз опубликовал это в соцсети и приходит представитель оператора связи, ну, все, это, естественно, приходит на самом деле рекламное агентство, которое поддерживает оператора, но все равно приходит представитель, отвечает, рассказывает, помогает, подсказывает, что нужно сделать и так далее. А в вашем случае это может быть прекрасный инструмент для продажи. Написал человек, что у него есть сантехническая проблема, пришел, представьте, сразу-раз, пам-пам-пам, написал ему какое-то предложение. Это можно даже относительно автоматизировать, чтобы приходил бот и отрабатывал по определенным ключевым словам в ситуации, что если там у человека есть там проблема с какой-то сантехникой, он публикует один текст, если он там наоборот все хорошо, он публикует другой текст. То есть это вот тоже интересный инструмент, который можно использовать по соцсетям. Вот. Ну и опять же, то, с чего начали там все определения целей, они должны быть конкретизированы. То есть не просто увеличение там, как вы скажете, на 30% каждый год. Это вот как бы фантастика, но это может быть как бы, может быть от руководства задача стоит, что нужно увеличить там объем продаж на 30%. А уже маркетолог он уже берет эту задачу и уже дальше ставит цель, что мы увеличиваем объем продаж на 30% среди такой-то, такой-то аудитории, на таком-то, таком-то рынке, по такой-то, такой-то товарной категории, и из этого уже можно выстроить какой-то определенный маркетный план, как оффлайн, так и онлайн. Сразу понятно, какие инструменты использовать, понятно там, соответственно, какие рекламные материалы нужно готовить, тогда, в принципе, сразу практически становится понятно, что нужно делать. Либо же, соответственно, он там выстраивает работу на другую какую-то категорию. Ну, или если он становится в положении, когда ему задача пришла, а вариантов использования аудитории, рынков и так далее нету с текущим товаром, то здесь можно инициировать встречное предложение. Вот вы говорите, что нужно увеличить объем продаж на 30%, с текущими товарными категориями это невозможно ни в интернете, ни в офлайне. Есть предложение создания новой товарной категории, например, там, связанной с установкой, да, давайте запустим новое направление в компании, да, будем привлекать каких-то там фрилансеров, шабашников, которые будут устанавливать наше оборудование непосредственно, соответственно, у клиента, клиент будет платить нам, а мы будем платить шабашнику его процент. Ну, вот как-то так, то есть нужно будет инициировать создание новой товарной категории или нового вида услуги. Вот. Вот, в принципе, что можно было бы добавить еще. А еще я хотела бы добавить о том, что, ну, я просто это себе записывала, но почему-то не сказала. Сантехника, да и как практически любые товары длительного пользования приобретается после того, как человек, ну, как бы он поискал варианты, он сравнил предложения, и тут важную роль играет количество отзывов на тот или иной товар, то есть, вот в Яндекс. Да, да. И я смотрела, то есть, как бы есть техническое оборудование, на которое отзывы люди пишут, не так много, как на бытовую технику, не так много, как на электронику, но тем не менее по одной, допустим, позиции может быть там порядка 20 отзывов, и это будет, ну, хорошо так. На наши товары, учитывая, что там очень большое количество единиц товара, то есть, там порядка, наверное, двух с половиной тысяч позиций, то есть, ну, широкий выбор размеров там, материалов, чего угодно, вообще ни одного отзыва на Яндекс.Маркете. Вот вообще, хотя товары там присутствуют, то есть, ну, видимо, нужно что-то решать в этом направлении, то ли уже самим себя отзывая. Здесь, здесь есть два варианта действий. Первый вариант использования специализированного агентства, которое работает с отзывами, которое будет само писать отзывы, но контролировать так, чтобы маркет не мог до этого, как сказать, домахаться, да, потому что маркет, он проверяет, было, это реальный покупатель или это фейковый покупатель, да, он может запросить у вас данные, он может запросить данные у покупателя, чтобы проверить там этот самый отзыв, да, то есть, во-первых, есть непосредственно сами агентства, которые занимаются этим специализированным, пишут отзывы в маркете, на сайте отзывиков и там на других площадках. И, во-вторых, некоторые компании, ну, в принципе, многие крупные компании, они занимаются тем, что они, назовем, это примируют или там мотивируют покупать или оставить отзыв. Ну, если вы оставите отзыв, мы вам дадим скидочку, там, не знаю, на следующую покупку. Или, если вы заранее напишите там отзыв, там, положительный, там, о нас, или там, может быть, даже не положительный, да, потому что маркет, например, он там запрещает требовать положительного отзыва, просто там мотивирует на написание отзыва. Вот, то мы прямо сейчас вам скидку сделаем, да, то мы вам будем благодарны за это. Или, например, как сайт CityLink по продаже, там, много-много чего, в основном, там, всяких электронных товаров, там, внутренняя программа лояльности есть у магазина, где человек за каждый отзыв получает дополнительные баллы в рамках программы лояльности, которые он может потратить на ту или иную покупку, да, он получает скидку. То есть, вот, мотивирует людей на отзывы, да, это важно, да, это нужно, и вот есть два основных параметра. Внутреннее в интернет-магазине это такая дополнительная, ее не будем считать за третий параметр, но вот в первых двух вариантов это важные инструменты, которые нужно использовать. Это must-have. спасибо. Аэлита? Аэлита не с нами. Я с вами, просто у меня руки грязные, и у меня тач не реагирует. Я такая вот так вот. Ну что, сейчас тогда гряду из пункта А в пункт Б, потому что у меня маленький тест-вид, и буду рассказывать. В отличие от всех моих коллег, у меня немножко стоит метрелиальная задача. Она достаточно своего рода специфическая и интересная. У нас нужно рассказать про то, где мы работаем. Я работаю в департаменте информационных технологий города Москвы. И у нас достаточно специфическая рейтинг самая крупная организация, которая работает по территории города Москвы. У Дита непосредственно 42 продукта, и в одном из продуктов и подразделений работаю я и занимаюсь геймингом и дополненной виртуальной реальностью. Это достаточно молодой департамент, создан только в этом году. Из-за того, что была пандемия, точнее есть, мероприятия под эгидой нашего департамента не проводились. До 2000, ну да, до конца 2020 года у нас мероприятия отменены, но непосредственно мероприятие, которое курирую я, которое связано с безопасностью, оно пока не отменено, и оно стоит в формате проработки, чем, собственно, я и занимаюсь, и все надеются, что в конце ноября нам удастся провести это мероприятие. Это мероприятие первое будет в в этом департаменте, получается, потому что все, опять же, отменено, и мы будем делать его под эгидой кибербезопасности, мы делаем, получается, двухдневные мероприятия, у нас отдельно будет хакатон, который будет эти два дня чемпиона, и конференция, ну и плюс параллельная лекция. Для партнеров мы сделали презентацию, в которой мы посчитали, какое у нас будет примерное продвижение, сколько они получат охвата, для того, чтобы им было намного интереснее с нами работать, не только потому, что ДИТ это один из главных органов искусственной власти в городе Москве, и с ним нужно дружить, но и для того, чтобы они поняли, что мы можем поделиться аудиторией, а они с нами, чтобы они понимали, чтобы об их бренде как о компании узнали, но и мы собираемся же все-таки проводить мероприятия, в отличие от прошлого турнира по FIFA, поэтому для нас важен маркетинг и правильное позиционирование. мы там посчитали примерный охват, рассказали в каких отраслевых журналах будем публиковаться, но это получается гейминг и киберспорт, плюс нас так поддерживает журнал Росбейс, который собственно будет проводить наше мероприятие. Что еще? Я просто хочу рассказать про само это мероприятие, как мы его задумывали в идеале, у нас должна быть трансляция с тренеров и мы позовем туда тех, кто очень хорошо разбирается в киберспорте и у нас на этом чемпионате по хакингу будет как раз чемпионат между киберспортсменов и хакеров и мы хотим все это транслировать в YouTube и Twitch непосредственно на таких площадках как YouTube и Twitch мы хотим также выкладывать видеоролики для того, чтобы показали, рассказали как это интересно и классно прошло в городе Москве. Далее мы планируем задружиться с каналом 2 на 2 потому что они стали развивать свой гейминг направление по геймингу а матч ТВ и так как бы нас поддерживает и ему интересен киберспорт. что еще по продвижению ну естественно во всех пабликах во-первых пабликах партнеров и у себя в пабликах у самого домена Мосру практически 2 миллиона уникальных пользователей но мы не совсем можем посчитать нашу ЦА на Мосру потому что это вся мушмах которая заходит и пользуется а непосредственно наша целевая аудитория это школьники это школьники студенты молодые специалисты и люди которые уже полноценно играют в играх то есть это получается и ну грубо говоря от 14 до 18 от 18 до 23 от 23 до 29 от 30 до 35 но просит каждая целевая группа которая в каждой игре делится по-разному либо у них есть какие-то интересы связанные с киберспортом алло алло слышите меня да 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 элита слышим конечно слышим да 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 сейчас подождите громкую связь поставить раз-раз-раз да-да во отлично что что еще аудиторию так цели и задачи компании а вот цели и задачи компании да вот если вернем что-то нажать то цель и задачи нашего департамента это поляризация москвы в киберспорте и в играх то есть наша задача еще добавить карту москвы в разные популярные игры и есть исследование которое говорит о том что если какой-то город был добавлен в игру то будет увеличен турпоток а увеличение турпотока это приток денег в казну в бюджет города москвы потому что все в основном едут в москву да и занять хотя бы войти в топ 5 киберспортивных столиц которые проводят крупные спортивные соревнования ну и стать привлекательной ну и повысить повысить рейтинг москвы у молодого населения потому что если они будут смотреть видеть что какая москва классная наверное сюда можно будет поехать так будем стимулировать что еще если еще в рамках москвы говорить то мы чуть позже будем продвигать проект по киберспортсменам и тех кто ну если я коротко скажу инвалидов да потому что например киберспорт им легче всего себя самореализовать потому что иногда им нужно нажимать только одну клавишу и как правило у людей не совсем парализованы руки или ноги у них есть такая возможность и это достаточно такой интересный хороший проект поэтому мы его только потихоньку начинаем делать и прорабатывать и надеемся что в следующем году мы сможем его уже анонсировать это вот один из плюсов добрых дел что еще так еще я бы хотела сказать про в каких каналах мы работаем ну собственно есть сейчас мы о себе не заявляли на большую публику да в СМИ не выходили и поэтому есть достаточно различные точки есть просто старая репутация не нашего департамента а то что был турнир за много много миллионов и туда всего 8 человек нас пытаются ассоциировать с ними поэтому это пятно которое ложится на нас плюс еще есть департаменты ФКС которые делают турниры между студентами на которых практически никто не является и за проведение этих турниров они берут тоже достаточно хорошее количество денег поэтому нас пытаются ассоциировать с ними а мы упорно доказаны мы не такие давайте мы будем судить по нашим действиям но из-за того что пандемия мы ничего не провели сейчас и вот надеемся на это мероприятие но в дальнейшем на ту работу которая будет не будет приостановлена в следующем году что еще а ну естественно мы не можем отойти от всеобщей репутации большого дета да например то есть если какой-то вопрос по пропускам да то это фейсбук тебя спрашивают и например меня тегают там в фейсбуке или еще и мне там страшные вещи начинают уже писать про то где я работаю и какие-то там друзья например не ожидали от меня такого то есть достаточно специфическая реакция на моего работодателя учитывая что я занимаюсь ну совершенно другим направлением и мы это прекрасно понимаем но большой брат следит да большой брат следит за тобой но непосредственно как бы мы 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 не можем это не учитывать мы прекрасно это понимаем что мы государственный орган государственный стартап но и деньги-то у нас нового платежика все что-то мы все что мы делаем но мы естественно все это понимаем показываем какой у нас должен быть кипяй и что мы его выполняем и за этим очень сильно следим ну и как бы и к нашему департаменту например пускай никак не относится мы сами задаемся все же самыми вопросами что обычные люди а мой пропуск работает или еще что-то такое ну вот так мы мы стараемся подружиться со всеми крупными киберспортивными организациями например если мы мы подавались на интернешнл мы это делали в не только как правительство Москвы но вместе с E-Force это крупный как правильно крупное агентство которое проводит крупные ну проводит крупные турниры да-да-да и то есть мы делаем это обязательно с кем-то в партнерстве для того чтобы не подумали что мы пытаемся отмыть денег это первую очередь во вторую очередь что у нас есть крупный бренд за счет которого мы выходим потому что мы сами не имеем лояльности да и о нас еще никто не знает например E-Force знают а о правительстве Москвы нет и если правительство Москвы что-то решило делать то опять же какая репутация ее нет и нет опять же доверия к этому например мы разговариваем с Близзардами нас туда завели и мы пишем письмо что мы правительство Москвы такое-то такое это нам правда интересно мы тем самым подтверждаем свою заинтересованность что мы хотим добавить карту Москвы в продукты Близзарда то есть непосредственно первоначально был сделан какой-то пресейл да нас и дальше уже мы выходим на кантри-менеджера по ЦИС и там и регионам чтобы у нас уже дальше продвинулись какие-то переговоры да что еще ну в принципе Москва полностью говорит о том что она старается быть лояльной к киберспортивным соревнованиям и вообще к геймингу и пытается привести международные бренды сюда для того чтобы они посмотрели увидели какая она классная потому что есть инфраструктура и этой инфраструктурой надо пользоваться и ну чтобы повышать тем самым бюджет и денежки чтобы были у Собянина и чтобы он еще больше плитку перекладывал если вы это выложите ну сами немножко ржем прикалываемся вот какие вопросы еще у вас есть могу показать еще что-то например как мы презентацию делали да нет вопросов особо нет смотрите с вашим проектом относительно все просто и хорошо так звук включен опять же вы сказали что работать будете с Росбейс у меня безмерное уважение к Маше Подлисновой мы прекрасно друг друга знаем Маша идет на мероприятие поэтому мы прекрасно понимаем что это будет не FIFA прошлогодняя хотя проект был суперский всех порадовал да вот мы например с Машей расписывали я когда с партнерами разговаривала я говорю Маша у меня нет охвата но я просто не делала этого а Маша мне расписала я ей пишу например а вот тематически это какие она меня уже начинает дальше структурировать или перечислять то есть я например с чем-то не сталкивалась но сейчас вот у меня благодаря тому что мы учимся и сейчас в работе я уже понимаю почему это так важно и нужно показать то есть я была до этого ПМ который этим не занимался а теперь ПМ который этим занимается это вот повысился уровень вот в общем как у меня предложение пока два первое это относящиеся к СМИ к пиару отталкиваясь опять же от предыдущих проектах которые были связаны с ДИТОМ это то же самое ФИФА почему потому что она была министерская министерская да потому что основная наверное претензия которая тогда была это о том что о мероприятии никто не знал и о том что никто не пришел к каким-то именно так сказать селебрити в этой теме в киберспорте да или там к стримерам к блогерам и так далее и ничего с ними не сделал а в этом случае в вашем случае как раз было бы очень просто и так сказать нативно просто прийти так сказать на интервью прийти к одному стримеру прийти к другому там может быть вместе даже там представителю как это сказать оргкомитета вместе поиграть в какую-то игру и все это застримить да чтобы все посмотрели а вот ДИТ играет представитель ДИТа вот я вас может перебью мы пока делали в большом ДИТе в своем чемпионат по контрстрайку и он у нас прошел очень хорошо естественно мы делали брали стримера с Твича и все это транслировали в Твич то есть можно было посмотреть и нам написали пару коллег из другого органа исполнительного то есть много же входит что о а мы тоже хотим с вами поиграть и мы такие да да это классно круто и вот например сейчас Росконгресс купил какую-то часть там у не пойми кого вы тоже это да но например в нашей задаче потом делать по всем государственным органам например такие турниры и люди играют люди тоже люди даже те кто работают во власти и я могу вам сказать что это огромный процент вы можете с вами посмотреть по государственной думе то им скучно когда они принимают законы просто дело в том что мы все такие довольны все шутим поэтому это наш уровень шутеечек вот да сейчас многие как раз ломанулись в дополненную виртуальную реальность потому что и мероприятия сейчас тоже пойдут виртуальные дополненные реальность потому что там долгое время будет пандемия сказываться на всем рынке вот а в вашем случае если вы будете вот эту человечность показывать вместе как раз с этим стримером блогером вместе с ними играть оно как раз отлично будет работать на репутацию и на нужную вам аудиторию вот это первое что это первое что я сказал второе в вашем случае для проекта вот для данного проекта можно было бы попробовать сделать первое предварительное приложение так сказать в котором можно было бы сделать какие-то онлайн квесты причем с выходом в оффлайн причем с использованием дополненной реальности когда человек да да это уже смотрите у нас продолжение узнаем москву и делал дополненную реальность для нее по qr-кодам заранее это маркетинг директор калибра который работает в аргейме и мы звонили как раз я сейчас думаю по поводу мероприятия говорю Леша давай что-нибудь сделаем в Москве например не знаю Москва выигрывает слушай я вот делаю я говорю о это же наш продукт он говорит а давай сделаем квест я говорю а давай сделаем квест по qr-кодам добавим дополненное приложение узнаем Москву и вообще всех проведем еще сделаем что-то такое прикольное для для москвики и тех людей которые хотят сюда приехать и пусть квест будет такой долгий мы будем его поддерживать он говорит а давай и вот у нас сейчас следующий это созвон и проработка демификации и в принципе всем это очень понравилось потому что мы себе пиарим как гид как мосру и у нас есть еще одна механика для туристов потом это еще для туристов геймеров да и плюс это еще та аудитория которая играет на мосру или там с мосру она также может прийти в калибр и мы делимся аудиторией мы ее шерим вот например сейчас мы с Лед Геймс мы собираемся делать турнир по Легенд о Фронтера мы также собираемся делиться с их аудиторией то есть там если все получится там дальше Валорант пойдет и крупные международные турниры то есть вот мы потихоньку продвигаем и также думали чтобы сделать дополненную реальность вот именно в Узнаем Москве то есть получается это наш департамент плюс еще один департамент плюс еще какой-то игровой департамент игровая какая-то компания крупная вы все верно говорите вас поддерживаю коллега видите даже как бы вы наверное учить будете смотрите тут единственное что можно еще наверное так сказать добавить что если отталкиваться от целей опять же чтобы у Собянина было больше денег чтобы Москва развивалась и так далее можно даже делать больше интеграцию самого проекта самого приложения с госуслугами и тому подобное то есть там не просто использовать узнай Москву а чтобы исполнять какие-то задачи например там я не знаю куда-то сходить что-то сделать что-то собрать или например сейчас когда на прошлой неделе запустили на Дальнем Востоке интересный проект Найди мусор когда человек получает 5000 рублей за то что он находит незарегистрированную свалку здесь точно так же в приложении плюс можно связать как-то с помощником Москвы что человек выполняя какие-то задания он получает не просто баллы но и соответственно получает еще какие-то награды и среди всех потом можно соответственно создать какой-то рейтинг и довести весь этот проект непосредственно до ноября чтобы на самом мероприятии еще и там прилюдно наградить и так люди увидят что киберспорт он не просто сам в себе да то есть не просто он там вот в онлайне он еще и в оффлайн выходит для того чтобы нести полезность вообще всем всем жителям всем там туристам гостям и так далее там я не знаю там чтобы пользователи приложения они могли там не знаю туристам помогать подсказывать куда там что как пройти чтобы пользователи могли там выполнять какие-то другие задачи там волонтерские может быть то есть волонтерские возможности прикрутить то есть это может быть проект который вырастет не просто в рамках одного мероприятия он может вырасти во что-то большее используя все остальные ресурсы которые у вас есть но в остальном молодцы а можно такой вопрос я сейчас погуглила и у меня только мусорный король как Николаев сам выделил мусоровозы а вы говорите про игру вы можете мне она там не игра она там как проект просто что можно позвонить на какой-то номер что-то вот такое там и как раз заявить о том что там-то там-то есть как раз незарегистрированный свал можно было бы как покемон гоу только вместо того чтобы собирать покемонов прикольно но я нашла какую-то эко-игру ну классно да там недавно постили вчера что ли вот я собственно о том что интересный интересно было бы оставлять не тему в теме то есть не просто чтобы киберспорт он был сам в себе да а чтобы вся остальная аудитория которая есть вот вовне она не просто думала ну вот молодежь чем-то там тешится пусть сидят и играются они все время в компьютерах компьютер это зло и так далее потому что вот у меня младший ребенок например ходит в садик и там недавно воспитатели причем опубликовали то что они получили от департамента образования информация о том что такое игры насколько игры это зло и тому подобное вот а здесь как раз смысл будет в том чтобы показать что киберспорт он не просто сам в себе он еще и людям полезность несет вот как бы это и волонтерство это и там возможности для рынка может быть для бизнеса может быть там для социальных незащищенных слоев ну то есть это возможно даже немножко с другой стороны посмотреть на само приложение на само мероприятие да и вот развитие ну то есть я понимаю что то что мы сейчас собираемся делать это не результат вот мы сейчас сделаем а в следующем году мы можем пожинать плоды и что это в перспективе на 3-5 лет и только через 3-5 лет мы можем судить о результатах которые мы начинаем проводить сейчас и нам повезло что команда все это понимает нам повезло что замминистра который нас курирует тоже это понимает и мы это объясняем всем остальным на самом деле для некоторых это приятный шок и удивление что делает Москва во вторых вы видели сами Росконгресс и там Минэкономразвитие все как-то тоже пытаются эту тему подмять но посмотрим как мы будем посмотрим как мы будем работать мы сейчас со всеми дружим и просто для нас очень важно сделать все мероприятия качественные и хорошо поэтому будете держать за нас кулачки и следить за нами ставьте лайки подписывайтесь на наш канал будем Элита спасибо вот и мы как раз видимо уложились в график как раз у нас 13.30 мы прошли все вроде бы если будут какие-то вопросы то соответственно там я всегда на связи там у Виктории есть мои контакты запись соответственно на самого как это сказать самой трансляции я выгружу и через Викторию всем вам отправлю был всех рад услышать спасибо за ваше выступление со своей стороны надеюсь я тоже вам принес какую-то пользу вот спасибо и до новых встреч тогда спасибо спасибо вы в социальных сетях по избуке ведете блог везде о давайте добавимся да-да-да вот хотелось бы добавиться а то вот знаете некоторые преподаватели тоже говорят добавляйте меня в соцсетях всем отвечу а потом отправляешь заявку вот и ничего вот вот как раз я вывел на страничку все свои контакты всегда можно кого-нибудь спасибо да прям сейчас наверное раз все добавимся все спасибо рад был услышать до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания